Спасибо. 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 Мы будем ждать его, конечно, в чате. По возможности, да. Но, во всяком случае, в прошлом году он с нами был. И мы много общались. Вот в этом году пока ведет доклад. Здравствуйте. Доброе утро. Меня зовут Викас Кумар. И я вам буду говорить о роли цифровых технологий. Я сначала же хотел бы извиниться, потому что я не могу присоединиться к вам лично. Я отправил вам видео, но я надеюсь, что для вас эта тема будет интересной. Для того, чтобы рассказать вам, что мы хотели бы обсудить, я хотел бы поговорить о тех вызовах и о том, как влияют эти вызовы на глобальные цепочки поставок. И мы будем говорить с вами о роли цифровых технологий. И мы будем говорить о том, каким образом мы можем повлиять на наши цепочки поставок. Ну, конечно же, вы все знаете, что сейчас мы с вами переживаем ковид. По-прежнему это так. И, собственно, он привел к миллионам смертей по всему миру. Мы видим, что по всему миру еще добавился целый миллион случаев смертельных. И мы сейчас с вами говорим о том, что количество этих случаев увеличивается. Мы видим тенденции, которые существуют в Англии, в Великобритании. Собственно, даже вот можно спрогнозировать каким-то образом то, что происходило и увеличилось в Индии. Сейчас эта ситуация происходит в Великобритании. Мы можем посмотреть, каким образом различные экономики реагируют на пандемию ковида. Мы можем сказать, что Великобритания достаточно тяжело пережила ковид. Это тяжело говорить, но это так. Мы его тяжело переживаем и экономически, и мы говорим о том, каким образом разные страны реагировали на эпидемию в самом начале. Но у нас были и фантастические примеры на того, как какие-то страны переживали эту пандемию, и как они восстанавливались. И, наверное, все это отражено в их подходах, а также в экономических результатах, каким образом они старались решать эти вопросы. И можно посмотреть на то, как это происходило в Китае, с которого все началось. Мы видели различные тренды, как страны это переживали. Мы также видим, что для кого-то достаточно было ровно с точки зрения влияния на потребительский спрос. Во многих странах, например, в Великобритании существовали проблемы с дефицитом определенных товаров, например, туалетной бумаги. Мы видим, что помимо нехватки товаров у нас есть еще и сокращение рабочей силы, потому что на рабочую силу повлияли многие факторы, не только ковид, но и вопросы, связанные с Brexit. Во многих странах тоже были еще другие факторы, которые влияли на ситуацию с рабочей силой. Помимо всего прочего, мы видим, что вырастали затраты производительных товаров, а также возможность доставки вовремя. Здесь надо говорить о том, что все старались, конечно, быть более эффективными и старались экономить затраты, но пандемия, она существенно повлияла вообще на все по всему миру. И надо было найти адекватные какие-то методы выживания в сложившейся ситуации. И вот мы пытались понять, каким образом двигаться дальше, потому что тот объем влияния ситуации, которое вообще происходило в мире, он ни с чем был не сравним. И было очень серьезно и важно понять, каким образом мы будем влиять на это в будущем. Вот сейчас давайте посмотрим с вами на Китай, да, каким образом это повлияло на глобальные цепочки поставок. Мы понимаем, что Китай является, ну, таким ключевым поставщиком по всему миру. И когда разразилась эта вспышка, когда разразилась пандемия, у нас стали различные меры предприниматься для того, чтобы преодолеть этот кризис, это закрытие границ, локдаун. И, в общем-то, по всему миру стали предприниматься такие меры. И производство сократилось по всему миру, собственно, как в Великобритании. Оно фактически стало, это происходило и в России, и на Украине. Плюс вот эти вот еще факторы добавились, как влияющие на мировую ситуацию. Я могу сказать, что у нас на 12% сократилась мировая торговля, а те ограничения, которые были вызваны COVID-19, они замедлили вообще цепочки поставок. Это такая история, она, собственно, не только для Китая характерна, а по всему миру эти цепочки поставок, точнее, скорость поставок, она замедлилась. Я поэтому хотел бы рассказать вам, ну, такой, дать какой-то, наверное, обзор того, каким образом вообще вся ситуация, связанная с пандемией COVID-19, повлияла на поставки. Первое, конечно же, о чем нам стоит говорить, это продукты питания. И здесь мы увидели, что здесь произошли серьезные изменения. Возможно, многие изменения были связаны и с пандемией COVID-19. То есть, собственно, приходилось молоко попросту сливать. То есть, соответственно, у нас нехватка молока связана с тем, что нам приходилось просто выливать молоко, потому что не было возможности его доставить в магазины. То есть, у нас были превышения поставок молока, возможности поставок молока. То есть, ну, у нас даже вариантов не было, каким образом решить эту проблему, потому что нам приходилось просто сливать в канализацию миллионы литров молока. Мы видели подтверждение тому, что на индустрию пищевой промышленности очень серьезно оказала влияние COVID-19. У нас очень много продуктов просто выбрасывалось в мусор, потому что не было возможности доставить. Или люди не ходили в магазины, у нас портились фрукты, овощи. Надо сказать, что вот Великобритания, импорт фруктов и овощей в Великобритании составляет 60%, и была серьезная нехватка этих фруктов и овощей. Мы увидели, что серьезные изменения произошли в пищевой промышленности, вообще в индустрии продуктов питания. Мы понимаем, что помимо пандемии COVID-19, мы видим рост цен на зерно из-за ситуации, которая возникла с кризисом на Украине. Но не только с Украиной это связано. Вот именно проблемы с ростом на зерно, ростом цен на зерно связаны не только с Украиной, но мы видим, что это и инфляция, и рост вообще цен на продукты питания. И поэтому сейчас нам нужно понять, каким образом мы можем обеспечить и обезопасить цепочки поставок. И, соответственно, вот у нас здесь возникает вопрос, каким образом мы можем сделать цепочки поставок более устойчивыми? И здесь сразу же встает вопрос индустрии 4.0. Может ли она повлиять каким-то образом на эту устойчивость? И были проведены исследования, в которых участвовали 40 компаний из Великобритании. И мы смотрели, каким образом эти компании готовятся к изменениям цепочки поставок в части применения индустрии 4.0. И многие из них ответили очень положительно на введение всех нововведений, связанных с индустрией 4.0. Они понимают прекрасно, что это будет серьезно влиять на их бизнес. Многие из них старались приспосабливаться еще и в период пандемии, потому что они очень серьезно стали зависеть от технологий, от технологий, которые будут влиять на цепочки поставок. Это будет также серьезно влиять на их планирование, на прогнозирование. Они будут прекрасно понимать, каким образом это будет влиять на отправки, на цепочки поставок. То есть они уже с помощью тех изменений, которые связаны с индустрией 4.0, они могут серьезно прогнозировать. То есть они могут четко отследить свои цепочки поставок и внедряя такие механизмы, там, где были какие-то проблемы, они могут быть решать. Конечно же, в пандемию мы смотрели, каким образом вот эти изменения в рамках индустрии 4.0, на какие секторы они могут оказать изменения, как прорывные технологии могут повлиять, каким образом они могут улучшить уровень понимания со стороны бизнеса, каким образом они могут повлиять на работу цепочек поставок. И понятно, что компании реагировали достаточно положительно на эти изменения, потому что эти изменения имеют серьезный потенциал. Когда мы говорим о индустрии 4.0 и о технологиях, которые с ней связаны, я думаю, что, может быть, для кого-то они уже хорошо знакомы. На этом слайде вы видите просто вот, собственно, те технологии, которые нам важны, это искусственный интеллект и 3D-печать и другие технологии. Мы понимаем, что с вами наша конференция фокусируется на логистике, и, соответственно, логистика 4.0 и в дальнейшей перспективе, возможно, и 5.0 может существенно привести к существенным улучшениям за этот период в различных сферах логистики. И индустрия 4.0 нам позволяет улучшить логистические процессы, особенно когда мы думаем о разделении различных технологических зон, различных технологий. Это требует огромного количества работы. Это и планирование логистики, и планирование отправок, и управление цепочками поставок, автоматизация транспорта, автоматизация поставок, автоматизация цепочки поставок. Мы рассматриваем здесь различные домены, в которых могут быть применены технологии индустрии 4.0, и мы уже сейчас видим внедрение этих технологий в различных сферах бизнеса, причем по всему миру. Это и производственные предприятия, и складские помещения, и доставка, и автоматизированный транспорт. То есть вы видите, что применение индустрии 4.0 постепенно заполняет все отрасли промышленности, и мы идем вперед во внедрении индустрии 4.0. Я могу сказать, что по-прежнему еще в пандемии уровень внедрения индустрии 4.0 был крайне мал, но мы видим, что потенциал есть, и мы видим, что сейчас как можно больше технологий внедряется в различных отраслях бизнеса по всему миру. И еще вот здесь на слайде вы видите, каким образом индустрия 4.0 может внедряться в различных частях производственного предприятия и в различных технологиях. Дроны. Дроны, роботы, которые используются для доставки. Это те механизмы, которые используются для доставки продуктов питания. Особенно эта популярность приобрело в ходе пандемии COVID-19, когда роботы использовались для доставки продуктов питания, чтобы не было какого-то контакта людского и была возможность соблюдать изоляцию. Также мы с вами слышим очень много о цифровых двойниках, о тех технологиях, которые используются также в рамках цепочки поставок. Опять же, все это используется для того, чтобы можно было каким-то образом реагировать на различные сценарии. И как мы можем с вами стратегии, которые используются в промышленности, как мы можем их использовать для того, чтобы положительно реагировать на те изменения, которые происходят. Мы с вами также можем понимать, каким образом находить различные решения для улучшения логистических систем, для того, чтобы наши цепочки поставок были более устойчивы, более стабильны, более безопасны. И каким образом мы можем использовать их в логистике, каким образом мы можем лучше демонстрировать видимость этой цепочки поставок, каким образом мы можем организовать прослеживаемость, то есть таким образом внедряя индустрию 4.0 цепочки поставок могут быть более безопасны, более стабильны, более устойчивы. Различные элементы цифровых цепочек поставок, они могут быть отражены на различных технологических переделах и использоваться как можно более широко. Если говорить о преимуществах индустрии 4.0, я, собственно, об этом уже говорил, мы можем повлиять на производительность, мы можем обеспечить прослеживаемость в рамках цепочки поставок и работать в режиме реального времени. Также серьезная индустрия 4.0 может повлиять и на условия труда. Каково же будущее после COVID-19? Я думаю, если мы посмотрим с вами на сценарии, которые существуют, которые я демонстрирую на последнем слайде, это динамичная реакция, это возможность применять различные инновации, это возможность реагировать на различные вызовы и неопределенности, не только связанные с COVID-19, а те, которые существуют сейчас по всему миру, это позволяет нам реагировать здесь и сейчас достаточно эффективно. И вот эти инновации, которые мы привносим в цепочки поставок, они могут сделать эти цепочки поставок более видимыми, более прозрачными, более устойчивыми, более безопасными. И таким образом мы можем смягчить те последствия, которые существуют в результате реагирования на эти вызовы. И еще нам необходимо учитывать те изменения, которые произошли в результате COVID-19. Мы видим, что пандемия повлияла серьезно на многие сектора промышленности и отрасли промышленности. И люди будут искать, каким образом преодолевать какие-либо ограничения, которые возникают. И именно индустрия 4.0 позволяет нам создавать вот эту вот среду, которая обезопасит цепочки поставок, которая сможет нам помочь их диверсифицировать, влиять на спрос, на повышение спроса и реагировать на ту реальность, которая существует на местах, потому что это позволяет нам находить более применимые решения. И по всему миру мы можем реагировать это с учетом наших местных особенностей. И также очень для бизнеса важно обеспечивать плавность в цепочке поставок и диверсификацию цепочек поставок. И тогда это будет эффективно. И мы с вами увидим, что вот эти технологии, которые применяются, они не только влияют на цепочку поставок, но они позволяют нам создавать и строить мосты по всему миру. И на будущее они нам позволят в нашем продвижении вперед, они позволят нам все больше и больше внедрять новые технологии. И вот когда мы будем их внедрять, мы, собственно, тот урожай, который мы соберем после их внедрения, позволит нам выстроить более гибкую, более безопасную, более гладкую цепочку поставок, которая будет нам помогать достаточно эффективно и плавно реагировать на будущее потрясения. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите мне на e-mail, я с удовольствием вам на ваши вопросы отвечу. Спасибо. Олег, мы заочно поблагодарим профессора Кумара, мы обязательно его напишем, и призываем тоже вас с ним контактировать. Он очень открытый человек для российской аудитории, поэтому это здорово. А мы все контакты передадим обязательно. И вот, чтобы немножко прокомментировать доклад профессора Кумара, можно сказать, наверное, что индустрия 4.0 у нас с 2011 года концептуально оформилась, цифровизация как процесс идет задолго до этого уже начался и идет. Но вот такого рода как пандемия, вот эти новые вызовы, они предъявляют новые требования к самой концепции индустрии 4.0 и делают ее более, наверное, так скажем, результаты этой индустрии 4.0 все более востребованы в нашей жизни. И, наверное, ученым, экономистам еще только предстоит исследовать эффекты, которые оказала пандемия, как на саму индустрию 4.0, на скорость внедрения этих технологий, на цифровизацию. Прошло всего лишь два года от пандемии, ну три, может быть, да, вот завершается третий год после пандемии. Мы пока еще не можем однозначно сказать, что какие эффекты, да, какие, может быть, тренды она сформировала. Но мы видим, насколько поменялись условия хозяйствования после пандемии, как сильно возросла роль цифровизации цифровых сервисов и решений. В этой связи хотела передать слово как раз, так скажем, наш ответ английской школе цифровизации, да. Вот, как раз наши большие друзья и специалисты в области цифровых двойников в логистике. То есть мы так вот сопоставили наших докладчиков, профессора Кумара и профессора Типухина Алексея Петровича. И Алексей Петрович нам представит свой доклад о предпосылках создания прототипа цифрового двойника управления надежностью в цепочке создания стоимости. Алексей Петрович, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Загружаю презентацию. Надеюсь, она видна. Я ее могу запускать. Так же? Хорошо. Извините, пожалуйста, что небольшую задержку. Дело в том, что, конечно, я могу себя характеризовать как специалист в области логистики. В 1999 году выпуска защищал я докторскую диссертацию по логистике. Поэтому я рад, что, в принципе, мы медленно и верно переходим, хотя не медленно, но все-таки переходим к пониманию того, что это одна из основных отраслей, что ли, да, экономики, которая требует пристального внимания дальнейшего совершенства. Ну, мой доклад, я, собственно говоря, посвятил разработке цифрового двойника, потому что это весьма любопытная сфера. Мне очень бы хотелось указать именно свой вклад, вклад как специалист в области, в первую очередь в управлении, потому что, я думаю, сейчас будут у нас слайды, и здесь будет показана ситуация, как я все-таки должен работать для того, чтобы цифровой двойник стал реальностью, тем более, что он имеет некоторые сложности, которые приходится дальше реализовывать. Значит, ну вот, например, определение цифрового двойника применительно к логистической системе. В общем-то, она пока носит такой обобщенный характер, а все-таки хотелось бы четко представить, какой путь надо пройдет для того, чтобы получить этот самый цифровой двойник именно в той среде, которая достаточно сложна для восприятия. Я получал первую ученую степень кандидата технических наук и представляю, как сделать цифровой двойник, например, двигателем внутреннего сгорания. То есть все детали есть, все они могут быть оцифрованы, все они должны быть расположены, и в дальнейшем можно осуществлять сборку и работу двигателя, исследование работы двигателя в определенных режимах. Гораздо более сложные проблемы возникают, когда мы в качестве объекта берем не физический объект. Можно назвать, конечно, виртуальным, но я боюсь, собственно говоря, продублирую понятие прототип цифрового двойника. Поэтому акцент делаем на следующее утверждение. Здесь написано на слайде, что цифровые двойники бывают двух типов. Прототип цифрового двойника, экземпляр цифрового двойника. Вот прототип цифрового двойника как раз это работа, которую я сейчас пытаюсь проделать. Иными словами, когда я работал конструктором, то у нас таким двойником был бумажный двойник. То есть сначала делаешь чертеж, и этот чертеж, как вроде бы какой-то модели, прототип будущего изделия, будущего узла, поступает в экспериментальный участок, и далее изготавливается готовая продукция. Вот теперь стоит задача создать такой чертеж, собственно говоря, который поступит потом информационщикам, которые на основании прототипа предполагается разработать техническое задание, которое будет понятно специалистам в области информатизации, и дальше, собственно говоря, они смогут создавать, вернее, экземпляр цифрового двойника, который здесь показан. Поэтому акцент будет сделан именно на это. Что может сделать управление, что он может объяснить специалистам, которые могут доработать это все дело. Сразу можно сказать, что особенности прототипа цифрового двойника, про цифрового двойника я уже говорил, что я его создать не могу в силу многих причин. И так как видится, собственно говоря, прототип цифрового двойника, во-первых, конечно, он является основой, причем, конечно, он должен разрабатываться потребителем, который для него будет создавать определенную ценность. Во-вторых, конечно, прототип цифрового двойника может создаваться традиционным способом на материальном носителе, как я это сейчас представлю в докладе. А также, наверное, в будущем, скорее всего, будет целесообразно его создавать при помощи программного обеспечения, которое позволяет системно подходить к оценке проектирования вот этого прототипа. Дальше обязательно, сегодня уже прозвучало в докладе предварительно, что акцент делается на цепях поставок. Однако, если взять все-таки управление цепями поставок, то основными объектами управления прототипа цифрового двойника являются предприятия, отношения, процессы и потоки. Как их соединить между собой для того, чтобы скомпоновать целостный механизм управления цепями поставок? Напомню, цепи поставок, управление цепями поставок совершенно разные. Не совершенно, но взаимосвязанные объекты. Следующая ситуация. Обязательно на стадии создания прототипа цифрового двойника необходимо использовать коды. В частности, самый простой код – это бинарный код, когда используется символом 0 и 1. И это позволяет, собственно говоря, целостно разбивать нефизический объект на достаточно четко описываемые элементы, которые могут меняться и трансформироваться один в другой в зависимости от эксплуатации или от режима работы нашего объекта. Ну, дальше, в общем-то, еще одна ситуация, которая говорит о том, что надо все-таки проделать операцию тестирования. Насколько цифровой двойник соответствует реальному объекту, который сегодня существует. И здесь, собственно, прототип цифрового двойника должен позволять идентифицировать, собственно говоря, реальный объект и в итоге сопоставлять те результаты, которые получены при использовании цифрового двойника с переносом его на реальный объект. Значит, методы управления, методы исследования следующие. Во-первых, конечно, я думаю, можно предположить, что все объекты, о которых я говорю, физические или нефизические, в итоге измеряются. Измеряются числами, здесь все понятно. А вот когда идет количество, качественные параметры, то, наверное, сложно измерить этот показатель по типу больше-меньше. Возможно, здесь надо использовать какие-то состояния этого объекта. В основном для того, чтобы описать объект, используется дескрипторный метод описания объекта, тех объектов, которые я перечислил. И с применением, собственно говоря, терраторных источников или социологических опросов. Что сегодня важно является, как описать объект наиболее важными признаками и отфильтровать их, что ли, да, тех признаков, которые являются постепенными. Ну и второй метод фасетный. То есть, фактически речь идет о использовании дихотомии типа 0,1. Поэтому в итоге мы получаем количество вариантов этого объекта, которые можно исследовать в дальнейшем и сочетать между собой по варианту 2 в степени х. То есть, любой объект у нас делится на 2 части, на 4 части, на 6, а на 8, вернее, в зависимости от объекта. 2 в степени, короче говоря, это дело используется. Вот, например, использование сейчас цифровой двойник, как может создаваться. По сути, вот два классификационных признака у нас есть, обозначены красным цветом и синим цветом. Соответственно, две дихотомии, которые здесь есть. По сути, получается ситуация, когда мы можем либо устранять узкие места объекта исследования, либо попробовать известные варианты подобрать под объект, либо все-таки взять за основу некоторую базу методическую, теоретическую для того, чтобы продолжать свои исследования. Я же сейчас сделаю, мы же делаем акцент на том, чтобы обосновать новый вариант цифровой двойника, для того, чтобы проделать путь, может быть, с нуля, и потом, собственно говоря, собрать те доработки, которые были в единый механизм. Дальше получается ситуация таким образом. Если все-таки брать цепи, я отличаю цепи ценностей и цепи поставок, потому что цепь ценностей, она расписана впереди, в верхней части рисунка номер один. Когда сначала формируется у клиента желаемая ценность, потом у него должен сформироваться прототип ценности, он должен описать, что он хочет конкретно. Дальше должен быть создан носитель ценностей, и дальше эта ценность поступает клиенту, и получается воспринимаемая ценность. Поэтому, наверное, первой частью прототипа цифрового двойника является именно отслеживание ценностей, начиная от идеи, заканчивая впечатлениями, которые получил клиент. Дальше надо сформировать цепи в статике, то есть те объекты, которые позволяют, собственно говоря, создать эти самые продукты или услуги, которые нужны клиенту, вместе с тем на ценность. Значит, традиционно сначала потребитель устанавливает отношения с так называемым фокусным предприятием, то это предприятие в свою очередь устанавливает отношения с поставщиком, формируется элементарная трехзвенная цепь, которая реализуется как концепция логистики. Но забегая вперед, цепь поставок все-таки распространяется от начального поставщика до конечного потребителя. Логистическая цепь – традиционно трехзвенная цепь, когда фокусное предприятие отлаживает связи и взаимодействие с предыдущим звеном и с последующим звеном. Каждый звеньев имеет систему управления, которая точно не описывается большей частью количественными параметрами, а большей частью описывает качество. Здесь представлены в основном цели, задачи, принципы, подходы, методы и функции. Как они согласуются между потребителем и фокусным предприятием, и как они согласуются между фокусным предприятием и поставщиком. Дальше формируется цепь динамики, где реально создаются ценности или продукты или услуги, которые создают ценность. Это потоки и процессы, которые здесь есть. То есть попытка сейчас разложить по полочкам все необходимые элементы, чтобы потом их можно было бы идентифицировать на практике и использовать в качестве цифрового двойника. Вот здесь приведены основные компоненты цепей, в том числе и цепей поставок, которые можно получить из определений, из анализа литературных источников предприятия, процессы, отношения и потоки. Или, например, собственно говоря, на основании вот этой матрицы. Опять два классификационных признака, два по второй степени, четыре варианта. Вот они здесь представлены. Дальше можно представить ситуацию о том, что есть понятие надежности. Вы, наверное, заметили, что не использую понятие устойчивость, потому что я дальше перейду к этому понятию, но покажу его как разновидность понятия надежности. Значит, здесь формируется разный тип надежности этих самых звеньев, которые можно собирать совместно. Например, предприятия и процессы, они формируют один тип надежности. Отношения и поток по отдельности рассматриваемые могут формировать еще второй вариант надежности. Так можно сделать по горизонтали, так можно сделать и по вертикали. Но это для того, чтобы отслеживать те слабые элементы, которые могут появиться дальше. Значит, теперь у нас вопрос возникает о формировании этих самых цепей. Опять-таки, состояние объекта ценности 1, например, состояние объекта ценности N, вернее, N плюс 1 и N плюс 2. Значит, создается цепь в статике, которая потом преобразуется в цепь в динамике, которая тут у нас есть. Я вынужден собирать вот эту цепь сначала для того, чтобы каждый элемент у меня соотносился с тем или иным типом надежности. В итоге я выходил бы на цепь как таковую. Поэтому здесь достаточно сложный вариант. Это пока у нас эскизы, которые мы предполагаем дальше развивать. Вот, например, здесь уже показатели надежности идут, собираемые с точки зрения первой позиции. Надо формализовать ту ценность, которую клиент имеет, пройти по цепочке создания, учесть желаемую ценность всех трех звеньев цепей, например, потребитель, фокусное предприятие, поставщик. Учесть теперь, как формируется у нас прототип ценности, как формируется носитель ценностей, что такое надежность ценности, которую мы имеем. Дополнительно очевидно, что потребитель может иметь надежность как элемент цепи, фокусное предприятие и поставщик. Дальше объединение идет. Потребителя с фокусным предприятием формируется надежность канала. Фокусное предприятие с поставщиком формирует надежность второго канала. И, наконец, три предприятия формируют надежность маленькой, небольшой, пока цепи, которая называется логистической. Ну а теперь по слову надежность. Но фактически надежность, ситуация бывает разная, понятие надежности, Поэтому здесь предлагается классификация, которая была сделана раньше, когда надежность разделяется на четыре варианта. Устойчивость, когда можно вернуться к исходному состоянию. Жизнестойкость, когда надо просто выжить, то есть сохранить объект для дальнейшей деятельности. Гибкость, адаптация к этой системе, то есть внешняя среда в принципе предполагает просто адаптироваться к ней. Наконец, живучесть, это противодействие внешней среде. Исходя из этого, если такие варианты надежности существуют, то можно представить, что в трехзвенной цепи формируются различные компоненты надежности. Три варианта предусматривают. Причем, наверное, четыре степени риска здесь можно выделить. Наиболее сложный вариант – это живучесть, выживание системы. А второе – состояние устойчивости, когда более-менее, это можно говорить о том, что временный шок, который был получен цепочкой или конкретным звеном, в итоге может быть, ну нет опасения для того, чтобы они выполнили те задачи, которые стоят перед ними. Теперь стоит задача, в общем-то, попробовать сочетать типа надежности с вариантами надежности. Устойчивость, например, с предпринимательской надежностью, с технологической и так далее. Я пока, как вы заметили, я рисую, создаю своеобразные элементы будущего конструктора типа лего, из которого будут собираться цепи, будут собираться, в общем-то, основные компоненты будут оцениваться этой цепи. Поэтому мне сейчас надо нарезать эти элементы, чтобы они более-менее четко между собой гармонировали, и я мог бы выйти на соответствующий результат в дальнейшем. Но здесь уже небольшие показатели, которые характеризуют, как происходит процесс, что ли, по нашему мнению, как он формируется, начиная от воспринимаемой ценности потребителя, и дальше она проходит через всю цепочку, которая тут есть. Есть и желаемая ценность, есть у нас и прообразы, и прочие вещи. И, соответственно, им соответствуют соответствующие виды надежности. Понятно, что здесь возникают многие варианты, поэтому крайне необходимы коды. Вот эти все кубики, которые мы нарезали на основе прототипа цифрового двойника, они должны уже иметь коды, типа двоичных кодов, чтобы не пропустить те элементы, которые вполне возможны. Я должен каждый код обозначить и заметить, работает этот компонент с этим кодом или нет. Но, по крайней мере, часть будет работать на конечный результат, а часть элементов, которые мы пытаемся выделить, они останутся в запасе, если это необходимо, они тоже будут получены. Кроме того, здесь показано, что нужны критерии надежности, которые там есть, но они зависят, опять-таки, от типов ценностей, которые здесь есть. А как измерить ценность, если она имеет как минимум четыре варианта? Либо это разница между затратами и результатами, полученными клиентами, либо это опыт, который клиент получает, либо это набор атрибутов продуктов, которые надо оценивать, либо это восприятие клиентом что-либо через ощущения и впечатления, которые здесь были. Вот поэтому здесь есть шкала от негативного варианта до позитивного по каждому варианту, который может быть использован. Значит, эти критерии, которые здесь включены, в итоге должны спровоцировать сценарий поведения, что ли, да? Цифровой двойник должен разработать сценарий поведения в зависимости от этих критериев оценки ценности, в результате чего формируются варианты классикации сценариев поведения. Либо мы выполняем заказ, опять посмотрите по двум признакам цели, потенциал. Они раньше встречались у меня при выделении элементов ценности, а теперь они служат основой для сценария. Либо мы выполняем заказ, либо нам для этого надо наращивать потенциал, либо нам отзывать надо это или корректировать заказ в меньшую сторону, либо отказываться. Но иными словами, вот эти элементы должны приводить к следующей ситуации. Клиент, потребитель цифрового двойника заходит в двойник, описывает свое предприятие, описывает внешнюю среду, получает резкие рекомендации, что надо делать, по крайней мере. Какой-то определенный тип обеспечения математического, в том числе, статистического и прочих-прочих инструментов, которые сегодня перечислялись, которые наиболее степени подходят под него. И плюс дополнительно еще будет возможность, что ли, если программа будет самообучаемая, то она может учесть некоторые дополнительные нюансы, которые позволят, в общем-то, управлять хотя бы одним звеном, а, возможно, потом и цепью через фокусное предприятие, вот как раз благодаря этому цифровому двойнику. Но вы заметили, что это носит явно предварительный характер. Любой процесс создания состоит из двух этапов. Первый этап – дивергенции. По крайней мере, представить, что мы хотим получить на втором этапе – это этап конвергенции, когда мы пытаемся уже создать реальный объект для того, чтобы его можно было оформить в виде технического задания и все-таки переговорить, провести конференцию, возможно, с специалистами по информационной технологии и рассказать, возможно ли создание конкурентоспособного продукта наряду с известными в логистике и управлением цепием поставок продуктов для того, чтобы он был конкурентоспособен. Иными словами, он в этом отношении должен быть коммерциализован. Поэтому оценка делается на этом, и, возможно, нам на этом пути что-то удастся. Благодарю за внимание. Могу ответить на вопросы. Спасибо. Алексей Петрович, спасибо. Коллеги, в отличие от первой части конференции, есть возможность общаться с докладчиками. Поэтому вопросы, да. Михаил Владимирович Самосудов, пожалуйста. Да, спасибо большое. Действительно, я хотел бы для начала… У меня есть вопрос, но хотел бы акцентировать на заключительной части доклада, что цифровой двойник должен, по сути дела, давать рекомендации человеку о том, что, собственно, как было сказано, что нужно делать. Категорически поддерживаю, скажем так. Потому что действительно считаю, что таких решений как раз сейчас не хватает в бизнесе. Мы вот после первой части как раз в кулуарах обсуждали, что не хватает именно таких интегрирующих решений. Но у меня вот попутно вопрос возник. Вот вы используете такой термин, как надежность желаемой ценности, как показатель его обозначаете. Вот что такое надежность применительно к ценности? Там надежность цепей поставок и прочее – это понятно, а вот применительно к ценности – тут вопрос. Ну, ценность – это идея Поттера, 85-го года еще достаточно широко поддерживается. Но вот ценность, она по-разному. Я вам слайд один показывал, поэтому точки зрения могут быть различны здесь. Вот здесь, например. Исходя из этого, сразу можно сказать, что если клиент что-то хочет ощутить или получить впечатление, например, то ему надо, как крайне мере, особенно когда ценность уникальная, многие исследователи подчеркивают эту ситуацию, ему надо объяснить фокусному предприятию, в частности, здесь, как это все дело выглядит. Поэтому вы сами понимаете, что поведение потребителя все-таки нестандартно. Пока мы эту ценность создадим, продукт или услугу, пройдет время. Во-первых, насколько будет отклонение от того, что он хотел, от того, что он получил. И именно здесь самое большое расхождение у нас получается. Поэтому оценить вот это дело, поэтому я старался немножечко оценить его впечатление по каждому из четырех этапов, что он получает. Например, убыток от этой ценности или доход, если это получается первый вариант. Или наоборот, это будет раздражение у него или восторг, который мы получили. Поэтому оценку надежности мы статью одну написали именно по этим вариантам. Как ее определять на этапах? Пока будет изылаемая ценность, пока будет он объяснить, пока будет создан прототип, вернее, когда будет создан этот продукт или услуга, пока она будет доставлена, пока она будет подготовлена и как она дойдет дальше. Поэтому там пока в баллах мы предлагали где-то по 0.25 шага сделать для того, чтобы, по крайней мере, оценивать это дело. Ну, сложновато эти вещи. Я хочу, чтобы сам клиент сказал, например, пользователь с двойника, что он понимает по ценности. Тогда он выберет именно ту шкалу, которая у него будет. Ну, а дальше, если он ожидал относительно нейтрали, в плюс или в минус, я, наверное, могу какую-то шкалу предложить устойчивости этой ценности относительно той шкалы, на которую он ориентируется. Ну, вот таким образом пока. Спасибо. Спасибо, коллеги. Еще вопросы? Вот, если можно, Алексей Петрович, вопрос такой. Вот прототип ценности. Кто его формирует? То есть предполагается, что это на основе клиентского опыта, и он будет каждый раз уникален. Это будет обратная связь с клиентом? Какой-то опрос или какие-то значки в виде сердечек или чего-то еще? То есть как сам прототип ценности будет формироваться? Ну, во-первых, конечно, я схожу из позиции, что каждый клиент, в общем-то, наверное, уникален, и поэтому уникальна ценность. Он должен уметь объяснить, что он хочет, в конце концов. Потому что вы сами представляете, что люди идут в ресторан, и, наверное, каждый из получит свою ценность там. Даже если мы с вами сидим за столом, и у нас одно блюдо и один напиток, все равно содержимое желудка будет разное. Поэтому в данном случае я веду речь о вариантах. Либо мы клиенту, достаточно, ну, скажем, уже опытному клиенту, предлагаем варианты какие-то, продуктов и услуг, из которых он выбирает. Я все-таки пока оцениваю ситуацию, когда клиент объясняет, что это такое. Поэтому прототип, ну, хотя бы эскиз нарисуй, как ты это выглядишь, клиенту надо рассказывать. Ты рассказываешь, а я не понимаю. Ну, визуалы, наверное, поэтому надо как-то это представить. Поэтому, видимо, та идея, которая есть у клиента, должна рождаться в конкретный продукт, или образец, или макет, в конце концов, для того, чтобы мы поняли, что это такое. Поэтому здесь, конечно, вариантов много. Но я пошел самым сложным путем, как вы заметили. Я мог бы сразу пропустить понятие ценность и остановиться на продукте. Но я чуть-чуть пошел дальше, потому что, наверное, за этим будущее. И надо сейчас закладывать в двойник на этом этапе, по крайней мере, в самый сложный вариант. А дальше уже я его упрощу, иными словами. Клиент сам его упростит. Пользователь, вернее. Спасибо, Алексей Петрович. Коллеги, у нас два доклада были представлены по направлению логистика. И напоминаю, что у нас будет отдельная секция, посвященная логистике. Далее у нас по программе три доклада, объединенных одной общей темой. Это искусственный интеллект. И я бы хотела пригласить нашего гостя замечательного. Я верю, что она у нас в чате. Это профессор Фатима Румате, профессор международного права университета Мохаммеда V, президент Международного института научных исследований Маракеш, член специальной группы экспертов по рекомендации ЮНЕСКО по этике искусственного интеллекта Марокко. Пожалуйста, профессор Фатима Румате, мы вас внимательно слушаем. Спасибо. Спасибо, госпожа председатель. Для меня это очень большая честь участвовать в вашем мероприятии. Очень интересное мероприятие. Спасибо большое за то, что меня пригласили. Я сейчас попытаюсь поделиться экраном, показать вам свой доклад. Подождите секундочку. Надеюсь, все у меня сейчас заработает. Надеюсь, вам видно. Спасибо, мы все видим. Моя презентация называется «Искусственный интеллект. Трансформация в промышленности, возможности и вызовы». Содержание связано, конечно же, с достижением целей устойчивого развития 2030, с повесткой организации объединенных наций и применение искусственного интеллекта в обеспечении различных решений для решения глобальных вопросов и достижения целей устойчивого развития 2030. В обеспечении таких вопросов, как безопасность продуктов питания, а также экономическое развитие. Если посмотреть на содержание, то мы с вами увидим, что оно связано с целью номер 9. Это устойчивое развитие, достижение целей устойчивого развития и также с учетом тех целей, которые изложены в параграфе 9.5. Это усиление проведения научных исследований и продвижение инноваций и развития, а также увеличение количества исследований в области искусственного интеллекта. Основные вопросы, которые с этим связаны, это все-таки, что же это за возможности, которые может дать нам искусственный интеллект. Каким образом эта трансформация может переформатировать промышленность? Что это за возможности, которые дает нам искусственный интеллект? Для того, чтобы ответить на вопрос, мы сначала должны разъяснить вот это различие, которое существует между цифровым и искусственным интеллектом. О чем же мы все-таки говорим? О цифровом интеллекте или же о трансформации с помощью искусственного интеллекта? Дело в том, что искусственный интеллект – это не что-то новое, что появилось только сейчас. На самом деле разработки шли с 1950 года. Если вы посмотрите, есть даже знакомые нам вещи, такие как NVIDIA, который появился в 2016 году. То есть мы говорим о том, что это было в течение нескольких этапов разработки. Но мы сейчас дошли уже до кульминации в этом процессе. Собственно, кульминации это достигло именно при появлении пандемии COVID-19. Это привело нас к тому, что мы должны уже понимать для себя, каким образом создавать устойчивую систему. систему, которая будет соответствовать тому, что мы с вами сейчас обсуждаем, каким образом у нас будет происходить трансформация всемирной экономики. Это важность, которую мы должны понимать. Мы понимаем, что, конечно же, COVID-19 просто ускорил использование технологий, связанных с искусственным интеллектом. Но это можно, опять же, оспорить в какой-то степени, потому что, если мы с вами посмотрим на растущие вложения в искусственный интеллект, которые, собственно, идут уже на протяжении многих лет, эти вложения достигли 77 миллиардов долларов в прошлом году, если мы с вами посмотрим на глобальный индекс Туртуаз. И мы видим, эти вложения, они шли по всему миру, но мы видим, что шел рост вложений с инвестиций со стороны частных компаний, но также и государственные компании, они осуществляли эти инвестиции. Китай немножечко отставал по сравнению с Соединенными Штатами. Но вот сейчас мы постараемся понять, каким образом компании по всему миру используют технологии на основе искусственного интеллекта. Искусственный интеллект очень серьезно влиял на промышленность. И здесь мы стараемся посмотреть на различные задачи, в которых применяется искусственный интеллект. Это и потребительские услуги, и маркетинг, и финансы, и также услуги. Здесь мы с вами видим, что 44% компаний пользуются искусственным интеллектом для информационных технологий. 19% компаний используют искусственный интеллект в маркетинге. И только 17% используют искусственный интеллект в финансах и в бухгалтерских услугах. А 15% используют это для услуг, которые предоставляют обычным заказчикам. И если посмотрим мы с вами на результаты исследований, которые были опубликованы PricewaterhouseCoopers в 2022 году, в части вовлеченности компаний в использование технологий искусственного интеллекта и вовлеченности компаний в трансформацию, мы увидим, что более 600 компаний используют эти технологии. 61% компаний рассматривают трансформацию в части искусственного интеллекта крайне важной для себя. 60% – это очень много. Они очень серьезные инвестиции осуществляют в разработку технологии искусственного интеллекта и трансформацию. Как правило, когда вот такие исследования проводятся, то смотрятся на те технологии в области искусственного интеллекта, которые компаниями применяются. И вот здесь вы видите, что приоритетом для себя искусственный интеллект считает 61% компаний, которые участвовали в данном исследовании. 57% считают, что цифровая идентичность важна. 56% компаний заинтересованы в разработке технологии 5G. То есть все они признают важность искусственного интеллекта и трансформации с помощью искусственного интеллекта. Это новые стратегии, которые принимаются большинством компаний в мире. Тут возникает вопрос, какие же проблемы существуют. Понятно, что искусственный интеллект предоставляет нам несколько возможностей, новых возможностей, которые должны разрабатываться. Но это нас приводит, опять же, и к проблемам и вызовам, с которыми мы можем столкнуться. И это существует несколько вопросов в этой области. Во-первых, технических, технических проблем, которые мы можем с вами увидеть в части применения искусственного интеллекта. То есть реальной возможности использовать искусственный интеллект, это, ну, так же, скажем, назовем это вооруженность искусственным интеллектом, особенно с учетом вопросов киберпреступлений, которые могут появляться, использование искусственного интеллекта как оружия, потому что вот объем преступлений в части кибериндустрии может достигать 10,5 триллионов долларов. И к 2025 году это та самая цифра, которую мы можем с вами увидеть. И, соответственно, те компании, которые применяют искусственный интеллект, они должны также и еще принимать у себя технологии, которые будут связаны с вопросами кибербезопасности, которые позволят защитить свои компании. Также существуют и другие проблемы в этой области, которые очень часто взаимосвязаны с двойным применением искусственного интеллекта. То есть, к примеру, интернет вещей это, собственно, интернет вещей может использоваться также и не для благих целей, не для благих намерений. Другие проблемы также могут здесь возникать, но вот те возможности, которые дает нам искусственный интеллект и технологические проблемы, которые связаны вот с этим двойным использованием искусственного интеллекта должны нас привести к тому, что мы должны переосмыслить международные механизмы применения искусственного интеллекта. Понятно, что некоторые механизмы уже созданы. К примеру, многие организации, например, ВТО создают специальные барьеры, которые охватывают некоторые темы, такие как применение автоматического транспорта и так далее. Но вот эти соглашения, которые существуют, они должны быть каким-то образом гармонизованы с международным законодательством, они должны быть также гармонизованы с национальным законодательством. Опять же, необходимо постоянно обновлять документы, соглашения с учетом применения искусственного интеллекта. У нас еще и юридический контекст есть, связанный с киберпреступлениями. И, соответственно, эти механизмы тоже нужно задействовать. И нужно, чтобы страны, не только европейские, принимали эти требования, связанные с кибербезопасностью и киберпреступлениями, чтобы не только на европейском уровне применялись такие документы, но и другие страны должны у себя осуществлять законодательные изменения. Должны быть региональные соглашения, которые учитывают вопросы кибербезопасности. Страны с других континентов должны также присоединяться к этой конвенции. У нас еще есть международные инструменты, которые создают определенные требования в области этики применения искусственного интеллекта, в частности ЮНЕСКО. Но этот механизм, он не является каким-то универсальным запретом. Существуют различные политики, различные действия, которые могут побуждать компании действовать в рамках экономического сообщества. Но это не какие-то универсальные запреты. И я хотела бы сказать, что стратегия применения искусственного интеллекта должна фокусироваться в параллельных направлениях. Это должны быть способы, которые нам позволяют обеспечить развитие. Понятно, что мы не можем гарантировать рост, но мы должны делать все для того, чтобы обеспечить это развитие. То есть мы должны учитывать и рассматривать для себя как рост, так и развитие. И эти стратегии позволяют нам создать баланс между прибылью и соблюдением прав человека, с учетом того, что существует определенный провал между, скажем так, глобальным севером и глобальным югом. Но также мы должны понимать, что есть страны, что в странах может создаваться вот этот как бы провал между лицами, между людьми, которые являются акторами определенных режимов. И поэтому искусственный интеллект должен базироваться еще и на этике. Это не просто способ создавать баланс между кодами, кодексами и законами, но он должен обеспечивать его безопасное применение, инклюзивное применение искусственного интеллекта, но и устойчивое развитие использования искусственного интеллекта. И только тогда это будет единственный универсальный способ, который нам позволит создать вот этот самый баланс между законодательством, кодексами. Потому что понятно, что кодексы создаются самими компаниями в части применения и использования искусственного интеллекта, но компании, они нацелены на то, чтобы генерить прибыль. И только государство может обеспечить соблюдение прав человека. И вот когда мы сможем уравновесить использование кодексов и законодательства, тогда мы сможем достигнуть вот этого золотого баланса. Спасибо. Спасибо профессору Матт и коллеги. Какие есть вопросы? Скажите, пожалуйста, вот по вашему экспертному мнению, по мнению организации, которую вы представляете, вот какова должна быть степень, наверное, степень или доля использования искусственного интеллекта в критической инфраструктуре, таких как транспорт и энергетика, где, например, высокие риски для жизни людей? Если мы передаем принятие решения искусственному интеллекту, есть ли какая-то подстраховка, скажем, вручного управления и вопреки внедрению таких передовых технологий? Какое ваше мнение? Спасибо большое за такой интересный вопрос. Я думаю, как член организации и участник процесса, я могу сказать, что если говорить о рекомендациях в части применения искусственного интеллекта, очень важно учитывать, что мы всегда должны думать о человеке, потому что да, понятно, а искусственный интеллект не должен заменять человека и не должен давать полную стопроцентную автоматизацию, потому что по этому поводу очень много дебатов идет. Мы не должны пытаться по сути в машинах видеть, пытаться заместить людей реальными машинами. мы понятно, что должны достигнуть высокого уровня автоматизации, но только человек, только его личность может быть объектом действий. И поэтому, когда у нас есть какие-то проблемы, связанные с вопросами международного законодательства, национального законодательства, я думаю, что мы должны для себя четко понимать, что инновации, вот, они, да, должны быть, но мы должны всегда говорить о том, что у нас есть человек. И человек должен находиться в руках государства, но именно тогда мы должны понимать, каким образом решения этим самым государством принимаются в части защиты человека и делает ли что-то государство в части защиты человека и увязывать это каким-то образом с искусственным интеллектом, как создавать этот баланс между инновацией и соблюдением прав человека и применением самого искусственного интеллекта для соблюдения прав человека. Не знаю, ответила ли я на ваш вопрос. Большое спасибо профессор Румата. Коллеги, вопросы? Пожалуйста, Екатерина Потапцева. Григорию нет? Добрый день, спасибо вам за интересный доклад. У меня такой вопрос. Вы, как я понимаю, специализируетесь в юридическом обеспечении процесса внедрения искусственного интеллекта. Вот как вы считаете, на какие нам страны стоит обратить внимание, как на лидеров, которые внедрили какой-то сбалансированный закон в области искусственного интеллекта и его применения в экономике или в промышленности? Спасибо. Я не знаю, меня ли этот вопрос касается? Да, все верно. Вопрос адресован вам. Я думаю, что на настоящий момент Евросоюз очень много вкладывает в вопрос юридического обеспечения сферы взаимодействия в части искусственного интеллекта, потому что те конвенции, которые есть, может быть, у вас этих конвенций нет, может быть, вот эти инструменты не применяются, но если говорить о Канаде, в Соединенных Штатах, да, там тоже есть определенные законодательные аспекты, но я бы сказала, что лидирует в этом Евросоюз. Мы знаем, что Соединенные Штаты в основном рассматривают международное законодательство в части использования искусственного интеллекта. Некоторые решения основываются на реализме, а не на международном законодательстве, все-таки, если говорить о европейском законодательстве, то есть о применении в рамках международной экономики, поэтому я думаю, что, наверное, страны Евросоюза, вообще Евросоюз здесь накопил значительный опыт на данный момент. Да, я понял, спасибо. Спасибо, профессор Уматы, и передаю слово уже нашему российскому спикеру Дажеевой Валентине Васильевне, заведующей Центром инновационной экономики и промышленной политики Института экономики Российской Академии наук, и тематика также будет связана с искусственным интеллектом, какие Россия ставит приоритеты в развитии искусственного интеллекта. Добрый день, уважаемые коллеги, продолжая тему искусственного интеллекта, хотелось бы отметить о ключевой презентации для пользователя. А ключевой роли технологии искусственного интеллекта в производстве, тогда, когда мы говорим о проникновении этих технологий в производственные процессы, так как они являются одним из драйверов технологического обновления интеллекта, и эффективную и экологичную работу промышленного сектора. При этом появившиеся интеллектуальные производства уже сейчас позволяют оперативно влиять и реагировать на изменяющийся спрос на продукцию и оптимизировать в режиме реального времени всю цепочку создания стоимости. Вместе с тем совершенный в последние годы технологический прорыв в сфере искусственного интеллекта сделал его основной цифровой технологии не только цифровых платформ, но благодаря им создаются новые продукты и услуги, формируются и новые быстрорастущие рынки, объемы которых не могут впечатлять. Согласно экспертным оценкам, в качестве предполагаемых экономических выгод от использования решений искусственного интеллекта можно выделить следующие. Например, мировой ВВП благодаря этим технологиям увеличатся на 14% к 2030 году. 85% взаимодействий с клиентами будут отправляться при помощи решения искусственного интеллекта к 2025 году. Искусственный интеллект может увеличить вауу в добавленную стоимость отрасли промышленности к 2035 году почти на 4 триллиона долларов. При этом наибольшая прибыль ожидается в секторе высоких технологий микроэлектроники, автомобилестроения и фармацевтической промышленности. Страна, которая выиграет гонку в освоении этих ключевых технологий будет иметь несомненное конкурентное преимущество в обеспечении больших эффектов в виде сверхприбыли. И сегодня как развитые, так и развивающие страны мира акцентируют свое внимание на том, чтобы активно разрабатывать и широко внедрять технологии искусственного интеллекта. Общепризнанными лидерами доминирующего в сфере развития как в целом цифровых технологий, так и в сфере искусственного интеллекта сегодня являются США и Китай, которые для всех остальных стран создают практическую угрозу сохранения экономической самостоятельности и независимости, поскольку в ходе процессов цифровизации лидеры вынуждают всех использовать свои технологии. США занимают лидирующие позиции по количеству компаний, принимающих участие в разработках технологий, объем инвестиций и количество получаемых патентов. Китай также лидирует по удельному весу компаний в промышленности, использующих искусственный интеллект, значительно превосходят американские и доля таких компаний составляет 81% против 48 США, а также объемом затраты на исследование и разработки. Копинг России уровень объемов инвестиций несколько раз ниже, по сути уступает странным лидерам практически по всем показателям. В рамках обеспечения лидирующих позиций в освоении технологий искусственного интеллекта в национальных стратегиях развития искусственного интеллекта США и Китая государственные инициативы носят выраженный отраслевой приоритет и особое место уделяется развитию промышленного искусственного интеллекта. Так, в фокусе национальных стратегий развития США и Китай выделяются специальные разделы, посвященные стратегическим приоритетам в сфере промышленности, где ставка делается в первую очередь на создание совершенно новых отраслей промышленности, передовой микроэлектроники в США как фактор обеспечения разработки внедрения промышленности специализированных прикладных технологий искусственного интеллекта, как создание автономных и вычислительных систем, развития передовой робототехники, платформенных решений, минимизацию импортозависимости с цепочки поставок и приоритетное стимулирование создания собственных производств. Большие надежды возлагаются на промышленные системы, использующие преимущества искусственного интеллекта во взаимосвязи с технологиями машинного обучения и промышленного интернета вещей для модернизации производств. Общими подходами для этих стран в рамках государственного управления на пор остановки стратегических приоритетов является обеспечение лидерства на глобальных рынках, формирование благоприятных правовых режимов, способствующих развитию технологии искусственного интеллекта, как в части разработки, так и в части внедрения и продажи технологии, и национальной безопасности. Кроме этого, есть разделы, посвященные патентной защите результатов исследований, опоре на имеющийся научно-технологический потенциал и развитие высокотехнологичного сектора национальной экономики. В России, в отличие от стран-лидеров, приоритеты развития искусственного интеллекта в промышленной свете не представлены в национальной стратегии развития, а закреплены в основном документы стратегического планирования отраслевого и ведомственного уровня в виде выборочных плановых мероприятий. Важно отметить, что в России, несмотря на готовность государства к инвестициям в сферу искусственного интеллекта с горизонта планирования до 2030 года, значительно отстает развитие и использование технологии индустрии 4.0 от лидеров примерно на 5-10 лет. Несопоставимые масштабы принимаемых усилий России по сравнению с доминирующими странами по обеспечению лидерства в исследуемой сфере. Тем не менее, разработанные тем не менее, учитывая, конкурентная борьба в технологической сфере мировом пространстве смещается именно в сферу цифровых технологий, использование которых ведет к смене технологического базиса. Отставание России вызывает особую озабоченность, особенно в условиях расширения технологических санкций, которые затруднили доступ к передовым зарубежным технологиям и разработкам. Такая ситуация определяет серьезные системные риски для России, поэтому необходимость выработки освоения новых цифровых технологий в российском обществе рассматривается как стратегический национальный приоритет. Эти вопросы находятся в зоне внимания высшего руководства, что, в свою очередь, нашло отражение принятия целого ряда программных документов, в дальнейшем из которых является национальный проект цифровая экономика, на реализацию которого на 2018-2024 годы планируется выделить 1,6 триллионов рублей. Вместе с тем фокус внимания, как видите на слайде, в процессах цифровой трансформации сосредоточен на цифровизации процессов государственного управления и финансовой сферы. цифровому правительству, цифровым финансам, инфраструктуре, как видим, более-менее тоже объемы запланированы небольшие, но в части развития технологий, в том числе искусственного интеллекта, объемы эти предусмотрены незначительные. В федеральном проекте искусственный интеллект национальной программы цифровая экономика включены в качестве приоритетных отраслей только топливно-энергетический комплекс и в целом обрабатывающая промышленность без разбивки на отрасли. Такой же подход применен в дорожной карте развития искусственного интеллекта с разбивкой по укрепленным группам экономической деятельности. на слайде в качестве примера приведена такая группировка. Следует отметить, что несмотря на такие стратегические приоритеты, обозначенные в стратегии, хочется сказать, что инициативы тем не менее реализуются со стороны бизнеса. В настоящее время на российском рынке работают 17 промышленных из 480 компаний, ведущих разработки в сфере искусственного интеллекта. Самый большой исследовательский потенциал сегодня сосредоточен вокруг центров компетенции, формирующих в разных регионах страны. На их поддержку государство готово инвестировать 5,7 миллиардов, что отражает стремление к прорыву создания новых технологий промышленного искусственного интеллекта, поиску новых рынков, инвестировать современную логистику в взаимосвязи с другими цифровыми технологиями. Важную роль на наш взгляд также играют меры адресной поддержки, в том числе реализуемые институтами развития, например, программы поддержки цифровизации промышленности и апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях, реализуемые фондом развития промышленности, фондом Сколково, группой компании веб. Вместе с тем здесь важно отметить, что документы, имеющиеся в открытом доступе и их качество, к сожалению, не позволяют комплексно отсоединить и определить, какие специальные инструменты поддержки на самом деле реализуются и какие объемы и направления инвестиций в разработку промышленного искусственного интеллекта предусмотрены именно в реальном секторе экономики. Тем не менее, важно отметить, что за прошедшее десятилетие наработан потенциал в сфере искусственного интеллекта. Он способствовал внедрению решений в производственные процессы и тем самым активизировал процессы цифровой трансформации промышленности. Наиболее востребована технология, как я уже отмечала, в базовых отраслях экономики, сохраняющих удельный вес в российском экспорте, таких как нефтегазовый сектор, нефтехимия, металлургия и машиностроение. И на наш взгляд, для России наиболее значимым в условиях долгосрочных санкционных ограничений и обрыве цепочек поставок в перспективе является развитие собственных производственных систем инженерного моделирования и принятия решений с использованием таких технологий. Безусловно, у России есть свои ниши развития, обеспечивающие в будущем лидерство на глобальных рынках. На слайде я их привела. В основном, как видите, это также все, что связано с топливно-энергетическим комплексом. Не потери результаты у нас в рамках развития искусственного интеллекта в конечном продукте. Это, как можно назвать, беспилотный транспорт. Ну и хотелось бы здесь отметить, что важное направление все-таки это биотехнологии и умные материалы, которые можно использовать как в космической промышленности и в транспортировке. У меня все. Спасибо. Дмитрий Васильевнов, большое спасибо. Коллеги, вопросы? Дмитрий Владимирович, пожалуйста. Спасибо за доклад. У меня два небольших вопроса. Во-первых, хотел уточнить. Системы искусственного интеллекта имеют юридический статус, программного обеспечения или иной какой-то. И второй вопрос. Кто курирует развитие данного направления у нас в стране? Ростех, РосАТОМ может быть или какая-то другая структура? Спасибо. Если говорить с позиции принятой стратегии развития искусственного интеллекта, то речь идет о том, как государство планирует участвовать в этих процессах. И, соответственно, в настоящее время продукты искусственного интеллекта в основном реализуются в рамках тех инициативных групп, которые сформированы. То есть, это могут быть и бизнес, это может быть и наука, и, соответственно, допустим, если в рамках финтех, это могут быть и финансовые институты, если с точки зрения развития промышленного искусственного интеллекта, да, это Ростех, это КАМАЗ, это сейчас Газпромнефть. Если с позиции первый вопрос, что же все-таки является программное обеспечение, как предвижение, да, вот на сегодня больше ресурсов в рамках этой стратегии, в планах мероприятия направлены именно на актуализацию тех разработок, которые ведутся в рамках программного обеспечения, дабы обеспечить внедрение их в этих отраслях. В части разработок, какие сейчас ведутся с позиции продуктов, я вот привела их на слайде, то есть это единичные инициативные проекты. Спасибо. Пожалуйста, Игорь Игоревич. У вас на одном из слайдов так слышно? Да, да, вас слышно. Мне слышно. Вот на одном из слайдов, Валентина Васильевна, было до 2019 года отсутствие, обозначено отсутствие кадрового потенциала специалиста в области искусственного интеллекта на предприятиях. Это, наверное, неверно. Почему я скажу? Потому что, вот, если взять предприятие Росатома или Роскосмос, значит, высокоинтеллектуальные системы, ну, например, управление ядерными установками энергетическими или управление ракетно-космическими системами на старт, значит, это сложнейшие технологические процессы, в которых давно функционируют мощнейшие системы искусственного интеллекта, высокоинтеллектуальные. И кадровый потенциал там наращивается, начиная с 60-х годов прошлого века. И подготовка специалистов идет, ну, например, у нас на физико-техническом факультете несколько кафедр занимаются подготовкой таких специалистов. То есть, я просто к тому, что надо уточнение, наверное, потому что подготовка кадров для интеллектуальных систем, я бы не сказал, что это искусственный интеллект, до искусственного интеллекта, слава богу, еще далеко, вот, для интеллектуальных систем кадры готовятся, и для медицинских много интеллектуальных систем разработано, и кадры есть, особенно, вот я на конференции был на последней, давно там существует Пермская школа искусственного интеллекта, научная, известная в России, вот, и специалисты там давно выращиваются, и так технологии искусственного интеллекта развиваются, и в Москве, в Петербурге эти работы ведутся, и подготовка специалистов, просто большая часть специалистов это на закрытых предприятиях, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, и соответствующих технологий, соответствующими технологиями, но это интенсивно развивается с начала 70-х годов, а предыстория была это автоматизированные системы управления, которые в Советском Союзе очень интенсивно развивались, и пик пришелся на середину 80-х годов, вот, это, скажем так, прототипы интеллектуальных современных систем, автоматизированных системы управления, и на многих предприятиях, они сейчас функционируют, развиваются на новой уже материальной базе, имеется в виду на новых процессорах и прочее, понятно, да, новых информационных датчиков, то есть, наверное, следует уточнить. Здесь можно комментарий, да, если это был вопросом. до 90-го года развивался. Вот презентации, как бы, и мой акцент, он был поставлен с той позиции, когда разрабатывалась и принималась стратегия развития искусственного интеллекта, и, соответственно, те цели, которые ставятся в этой стратегии, мы же говорим о том, как мы будем развиваться, и как мы должны достигнуть к 2030-му году тех намеченных задач и тех приоритетов, то да, вопрос стоит о том, что необходимо все равно расширять кадровый потенциал. То есть, я считаю, что... Я ответила, наверное, на ваш вопрос, да? Это же очень хорошо, что это все развивается в настоящее время, но мы говорим о перспективе. Спасибо. Спасибо, Игорь Игоревич, у вас вопрос. Да, я немного сокращу его. Вот скажите, пожалуйста, значит, 10-15 лет отставания от Китая и США, но, в принципе, наверное, догонять так системно не получится уже с учетом 2018 года и плюс пандемии. Значит, вот скажите, пожалуйста, все-таки фокус, наверное, какой-то должен быть. Количественных усилий достаточно, институты какие-то построены, есть, как они функционируют, тот же другой вопрос. Значит, вот скажите, пожалуйста, исходя из ваших, может быть, расчетов или прогнозов, да, значит, куда направить более качественные усилия, может быть, сектора конкретные, помимо того, что у вас на крайнем слайде есть спектр этих секторов, да, значит, вот фокус, где мы займем нишу и вот эти 10-15 лет не будем отыгрывать, потому что смысла их отыгрывать уже, наверное, нет. Да, я, безусловно, с вами согласна, что мы на сегодня, да, отстаем, на 10-15 лет, и задача-то как раз нашего исследования в том, чтобы найти те перспективные сферы, где Россия может выступить в будущем в качестве лидера на этих рынках. Да, безусловно, сейчас сложная ситуация, что нужно пересмотреть все приоритеты, которые заложены в стратегиях. Я-то обращаю внимание как раз на то, что, говоря о промышленном секторе, эти приоритеты как раз на уровне государства не обозначены. Да, мы говорим о том, что реализуются какие-то инициативные проекты, ведется работа по оценке этих приоритетов, соответственно, их нужно сейчас на этом этапе пересмотреть и найти те самые ниши. Тем более, вот коллега перед вами обозначал, что в честь школы, кадрового обеспечения, в честь обороны и промышленности мы имеем этот потенциал, он просто закрыт. И мы не знаем насколько возможно это применить в гражданском секторе экономики. Наша же задача понимать, как эти технологии можно развивать именно в реальном секторе гражданского сектора. спасибо и наш доклад у нас еще вопрос в чате как раз от профессора Румата вопрос задает. Пожалуйста, профессор Румата, будьте добры, ваш вопрос. да, я ее тоже вижу. Спасибо большое. Спасибо большое докладчику. Я, знаете, на самом деле очень многое узнала из вашей презентации, особенно в части информации, которую вы предоставили у России, но у меня вопрос в следующем. Ваша идея, когда вы говорите, что Китай является одним из лидеров в юридических аспектах в том числе, можете с нами поделиться вашими аргументами в части того, что является очень важным в части инвестиций в искусственный интеллект. И вот вы дозавайте Китай как один из основных ведущих стран в части искусственного интеллекта и соблюдения юридических вопросов. И Китай является одним из важных инвесторов. Китайские компании, государственные компании, не частные компании. И мы также еще должны для себя понимать, что вот кодексы это не законы. Только закон, только законодательство на государственном уровне может защитить людей. Вот поэтому те меры, которые мы предпринимаем, они должны приниматься на государственном уровне в части использования искусственного интеллекта. И вот из того, что мы видим сейчас, искусственный интеллект, да, он дает нам очень много возможностей компаниям, особенно когда мы говорим о маркетинге или рекламе в части продвижения новых и поэтому вопрос вот в чем, вот этот искусственный интеллект, к чему он может привести наших потребителей, каким образом он может повлиять на наш образ жизни и на наше благосостояние, вот собственно вот это мои вопросы. Большое спасибо. С позиции юридической правовой, конечно, это вот вопрос в сфере промышленности, конечно, я рассматривала только с позиции тех стратегических документов, каким образом настроены лидеры, настроена Россия для развития в будущем, чтобы получить те самые преимущества лидерства на международных глобальных рынках. На вопрос рассматриваются ли этические нормы при реализации проектов искусственного интеллекта, я совершенно с вами согласна, да, они должны обязательно учитываться, потому что искусственный и естественный интеллект, они должны все равно служить человечеству, да, и мне очень, конечно, было интересно и в вашем докладе услышать о том, что как искусственный интеллект трансформирует и концепцию развития устойчивого развития, поэтому я больше, чем убеждена в том, что все технологии искусственного интеллекта все-таки необходимо использовать во благо человечества, а не разрушение или создавая какие-то риски для развития человека. У меня все, спасибо. Спасибо. такая тематика, конечно, очень интересна, и я думаю, что мы дальше на конференции продолжим ее обсуждать. Сейчас, коллеги, я бы хотела небольшое изменение внести в повестку в связи с тем, что вот наши коллеги из Италии, у нас разница во времени, и они просили чуть-чуть их доклад вынести вперед, и я представляю наших докладчиков из Курбинского университета имени Карла Бо, это целая группа исследователей, они с нами уже не первый год на этой конференции. У нас с нами на вопрос будет отвечать у нас доктор Лаура Брави, доклад представит ее коллега Джада Пьерли, и доклад будет связан как раз вот то, что я говорила, совмещение принципов устойчивого развития и цифрового перехода, и коллеги попытались провести вот такой анализ академических публикаций и представить нам свои результаты. Доброе утро всем, я хотела бы вам представить презентацию, которую я сделала вместе со своими коллегами Федерико Мурмуро и Лаура Брави, университет, который находится в Италии. Это системный анализ из того, что мы можем видеть в цифровой трансформации, устойчивом развитии. На протяжении последних лет устойчивое развитие, этот вопрос интересовал очень многих частей цифровой трансформации и технологий, которые связаны с нашим благосостоянием, ростом благосостояния. С 2016 года ООН рассмотрел и разработал вопросы повестки цифрового развития и целью устойчивого развития к 2030 году, где рассматривались вопросы соответствия технологий достижений цели устойчивого развития и имплементации технологий в рамках этой повестки. Были европейским сообществом созданы определенные вопросы, которые были связаны также с вопросами пандемии COVID-19 и устойчивого развития и диджитализации цифрового развития, а также трансформации производства. Информация, которая была создана, она была создана в рамках информационно-коммуникационных технологий, которые являются ключевой детерминантой в достижении целей устопчивого развития и таких вопросов, как образование и функционирование производств. И несмотря на те обсуждения, которые велись различными способами, все по достижению целей устойчивого развития, по-прежнему проводятся исследования, которые связаны с вопросами цифровой трансформации и устойчивого развития. И эти исследования, которые я хотела бы рассказать, они нацелены на то, чтобы заполнить пробел знаний, который у нас существует, в части систематизации литературных обзоров и тех данных, которые имеются в литературе по этой теме. То есть каково сейчас состояние дел в части трансформации наших производств. И поэтому, естественно, нам необходимо рассмотреть и провести обзор литературы на эту тему. Мы должны исследовать источники литературы, базы данных, которые используются для идентификации документов, информации, которая доступна в интернете, также определить критерии, которые являются важными, исследования по ключевым словам, таким, как устойчивое развитие или устойчивое развитие, устойчивость, цель устойчивого развития ESG и цифровая трансформация. Мы определяем критерии, которые используются на период с 2010 по 2022 год, для того, чтобы понять, каким образом нам провести возможный анализ и как изучить эти темы, провести также контент-анализ и исследовать те статьи, которые есть на эту тему, те публикации, которые выполнены в этой категории, в журналах, провести анализ цитат, которые мы видим на эту тему, то есть, насколько часто цитировалась эта тема, а также после того, как мы определим критерии, мы смогли дойти 60 статей, которые мы рассмотрели в рамках данного анализа. Во-первых, конечно же, если говорить о результатах, те статьи, которые мы исследовали, темы, которые мы рассмотрели в этот период, это темы, которые публиковались в последние годы, это в 2021-2022 году на эту тему, и вот мы расследовали период с 2010 года по 2022 год, очень много публикаций было на эту тему, но мы видим прорывные публикации, которые появились в период с 2021 года по 2022 год, Особенно за последние шесть месяцев было фактически 19 статей, которые были опубликованы на темы, связанные с устойчивым развитием. По журналам, если мы с вами посмотрим, в каких журналах эти публикации были сделаны, мы видим, что публикации были в разных абсолютно журналах. Это были различные публикации и по бизнес-стратегиям и окружающей среде. Четыре статьи на эти темы. Далее. Технологическое прогнозирование и социальные изменения. Три статьи, в которых упоминаются данные вопросы. Также существовали и другие публикации в других журналах. Это вопросы, связанные с финансами, азиатская экономика и бизнес. Две статьи. Также вы видите на этом слайде и другие публикации в других журналах. В данной картинке вы видите распределение по различным секторам, в которых эти публикации были сделаны. Вы видите, что были публикации, они принадлежат не только одному какому-то направлению. Затрагиваются и различные смежные вопросы, связанные с управлением, бизнесом. Здесь вы видите, что 16 публикаций касалось бизнеса. Управление – это 15 публикаций. В области экономики – 9 публикаций. Вы также видите, что эти публикации были совместны. Это и управление, и экономика, бизнес-экономика. Под темом, если мы с вами посмотрим, в части бизнеса – это воздействие цифровой трансформации на условия корпоративных финансов, производства и вопросов функционирования окружающей среды использования цифровых технологий для эффективного сообщения корпоративным компаниям, корпоративной ответственности. В части управления – это воздействие цифровой трансформации на достижение цели устойчивого развития и важность разработки инновационных бизнес-моделей для устойчивого развития этой трансформации. В экономике – это роль цифровой трансформации как ключевой фактор продвижения инклюзивной экономики, роста экономики, социального развития и защиты окружающей среды, а также эффективность в части внедрения цели устойчивого развития. И впоследствии – это бизнес-экономика, бизнес-управление и бизнес-экономика. Вот это сочетание в основном мы видим здесь наложение различных вопросов в части сравнения тех, проиллюстрированных ранее. По цитированию, по частоте цитирования мы видим, что частота цитирования возрастает. Она возрастает уже впоследствии в 2021-2022 году. То есть вы видите, что с 2019 года рост цитирования очевиден. Наибольшее количество цитирований было в 2021 году. Мы показываем здесь важность того, что эти вопросы цифровой трансформации поднимаются непосредственно в 2021-2022 году. То есть мы видим здесь небольшое снижение, но, тем не менее, мы видим 211 цитат по сравнению с 35-ю. И вот эти результаты, они подтверждают, что у нас должны быть проведены более полные исследования в части изучения соотношения между цифровой трансформацией и ключевыми моментами устойчивого развития, особенно если мы говорим о социальных. Большинство исследователей фокусируются на изучении возможностей, которые предоставляет нам цифровая трансформация в части бизнес-вопроса, связанных с устойчивым развитием. И необходимо провести некоторые исследования в части изучения взаимодействия между этими двумя вопросами. И цифровая трансформация должна стать ключевым моментом достижения устойчивого развития. И, собственно, на эту тему должны быть написаны определенные исследования и проведены определенные исследования. Результаты этого исследования, они демонстрируют и академические, и теоретические, и практические подходы. Мы изучили различную литературу, которая нам позволяет понять существующую ситуацию, которая сложилась в части устойчивого развития. Также исследования позволяют вам понять практическое применение устойчивого развития, каким образом эти результаты используются теми, кто политику в этой области создает и делает, каким образом. Цифровые технологии используются для устойчивого развития и достижения вот этого цифрового перехода. И исследование также выделяет важность применения таких показателей, как ключевые показатели эффективности для достижения целей устойчивого развития, для того, чтобы мы могли понять, каким образом они влияют на достижение тех целей, которые в охране окружающей среды, социального развития и других промышленных показателях. Спасибо за время, уделенное нам. Спасибо, коллеги. У нас есть возможность спросить наших коллег, вопросы задать. У нас Лаура Брави, я уже говорила, доктор, научный сотрудник Ургинского университета Карла Бо, Италия. Пожалуйста, коллеги, какие вопросы есть? Да, пожалуйста, Евгений Анатольевич. Лаура, добрый день. Я надеюсь, что у вас разница во времени не такая большая. У меня такой вопрос с целью, возможно, немножко практической, но и с целью научной. Как вы считаете, какие направления именно с точки зрения научного поиска для, возможно, будущих публикаций будут наиболее актуальны на следующие, скажем, 2-3 года? Спасибо. Я думаю, что, во-первых, спасибо за вопрос и спасибо за возможность вообще участвовать в этой дискуссии. Я уверена, что цели на ближайшие 3 года, цели исследований должны концентрироваться на том, каким образом могут цифровые технологии повлиять на то, чтобы помочь компаниям разработать свои стратегии устойчивого развития. Я уверена, что вот эти исследования должны выполняться совместно компаниями для того, чтобы понять, каким образом они могут разработать свои процессы для достижения целей охраны окружающей среды. И какие трудности они могут увидеть на этом пути изучить, какие сложности могут возникнуть в части разработки таких стратегий. Во всяком случае, для нас в Италии это крайне важно. И это может коснуться и маленьких и средних предприятий. То есть исследования подобного рода могут дать, во всяком случае, какие-то предположения компаниям для того, чтобы понять, каким образом они могут разработать конкретные механизмы применения этих технологий и создания стратегии использования этих технологий. Вот я думаю, вот что необходимо сделать в ближайшие годы. Лаура, большое спасибо. Коллеги, есть еще вопросы, может быть, в чате? Да, пожалуйста. Да, тема довольно интересная, но у меня в связи с этим возникает такой вопрос, скорее, на осмысление и, возможно, как раз дальнейшие исследования. Вообще-то говоря, с точки зрения отдельно взятого предприятия, скажем так, стратегии устойчивого развития, которые сегодня позиционируются, то есть сохранение природы и прочее, они неинтересны. То есть отдельно взятому предприятию интересно, чтобы все вокруг соблюдали и защищали природу, а мы могли бы всячески минимизировать свои затраты, чтобы, так сказать, было более эффективно работать. И вот здесь, мне кажется, должны быть действительно исследования и поиск как раз каких-то стратегий, которые были бы выгодны и государству, и действительно отдельно взятому предприятию. То есть, потому что особенно как раз малые, средние предприятия, в большинстве случаев действительно им, ну, по факту не очень интересно вот там как-то сохранять природу и чего-то с этим сделать. Ну, чисто с точки зрения бизнеса. Вот как вы видите вот такие, ну, действительно стратегии, которые бы позволили это, ну, отрегулировать этот конфликт? Я абсолютно понимаю, что компании сами по себе не сильно будут заинтересованы в защите или охране окружающей среды, но они будут заинтересованы больше в экономии затрат. И я понимаю, что в подобной ситуации здесь будет роль правительства. Как вы сказали, вот роль правительства, администрации будет важна, потому что вот роль руководства страной, она должна вот каким-то образом регулировать эти два элемента. Они должны понимать, что для компании должно быть важно. Компании должны получать преимущества, может быть, получать какие-то преференции в части вот возможности использования затрат, регулирования прибыли и затрат, для того, чтобы вот у них был интерес в защите окружающей среды. То есть, таким образом, государство должно планировать определенные инициативы, которые будут побуждать тех, кто использует технологии, они должны будут снижать, может быть, затраты, которые будут приводить в том числе и к охране окружающей среды. То есть, вот должен быть вот этот баланс интересов, он должен соблюдаться. Соответственно, компании должны быть заинтересованы не только в охране окружающей среды. Понятно, что это никому не интересно. Это интерес правительства. То есть, правительство должно заинтересовывать их, оно должно поощрять их за те технологии, которые они будут использовать для охраны окружающей среды. И они должны поощрять компании, показывать те улучшения, которые компании достигают для улучшения окружающей среды, для защиты окружающей среды. И таким образом получать поощрения от государства, чтобы таким образом компании проявляли свою заинтересованность в охране окружающей среды. Что это не просто будет приносить прибыли, но это в то же время будет давать им возможность получать такие поощрения. И это будет, наверное, возможность анализировать, вот как государственные университеты, компании, каким образом они будут эффективно использовать вот те механизмы, которые они могут предоставлять малым компаниям. Спасибо, да, еще. Дополнение. Как вы считаете, не следует ли нам, как научному сообществу, перейти от разговоров о том, что государство должно заинтересовать, к выработке каких-то вот проектов конкретных мер, которые нужно правительству, соответственно, уже рекомендовать. То есть выработка конкретных рекомендаций. Потому что мне кажется, что мы очень увлекаемся вот констатацией факт, что государство должно. Государство там, ну как бы вот именно там тоже люди работают как-то. Да, долой предрассудки, там тоже люди работают. И, соответственно, мне кажется, что вот как раз в области устойчивого развития научное сообщество должно перейти именно к формированию именно конкретных таких рекомендаций. Тогда, соответственно, и сдвинется что-то. Да, я согласна, что научное сообщество должно играть важную роль и соответствующую роль в том, чтобы, ну, предоставлять определенную поддержку правительствам, то есть рекомендации правительствам, каким образом тебя вести в данной ситуации. Я абсолютно с вами согласна. Большое спасибо. Коллеги, тогда предлагаю сейчас предоставить слово нашему гостю из Республики Беларусь, Муха Денис Владимирович, директор Института экономики Национальной Академии наук Беларуси. Денис Владимирович, мы вас приветствуем. Вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите, меня слышно хорошо? Да, мы слышим вас. Так, я сейчас попробую демонстрацию экрана, презентацию представить. Скажите, удалось? Видно ли презентацию? Да, видим презентацию. Хорошо, спасибо большое. Еще раз хотел бы поприветствовать уважаемых коллег из Института экономики Уральского отделения РАН. Очень приятно, что приглашаете. Вот буквально неделю назад директор вашего института Лаврикова Юлия Георгиевна принимал участие в нашей ежегодной конференции. И очень отрадно то, что у нас намечается такое плодотворное сотрудничество. Мы совместно реализовали проект по линии Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований и Российского фонда фундаментальных исследований, когда он еще, собственно говоря, был. Поэтому очень приятно и будем надеяться на дальнейшее продолжение взаимодействия. Ну, со своей стороны, сегодня хотелось бы мне представить свой доклад на тему цифровое преобразование в организациях промышленности Республики Беларусь. Актуальны проблемы, перспективы, меры поддержки. С учетом тематики данной конференции хотелось бы поделиться опытом, поделиться теми наработками, которые у нас сейчас есть в Республике Беларусь. То есть показать, насколько мы продвинулись в части цифровизации промышленности. Мы в прошлом году Институтом экономики провели исследование, посвященное цифровому преобразованию организации промышленности. Для этого мы подготовили специальную анкету, разработали специальную методологию для оценки. Скажите, вот я переключаю слайд, видно, да? Да, да, видим. Да, хорошо, я просто уже решил на всякий суть точнить. То есть мы разработали концептуальную схему оценки цифрового преобразования. То есть это включало несколько блоков, начиная от общей характеристики организации, характеристики бизнеса, то есть сферы экономической деятельности и продукции. Также это была оценка цифровой готовности организации, то есть уровень внедрения ИКТ, использование интернет-инструментов для продвижения товаров и услуг, организационных механизмов, подходов по формированию кадрового потенциала, обладающего цифровыми компетенциями. Также был блок вопросов, посвященный именно характеристике финансового обеспечения вот этой цифровой трансформации, оценки рисков, то есть экономические, технико-производственные, организационные риски. Рассмотрели группу вопросов, связанных с оценкой как стимулирующих, так и сдерживающих факторов, оказывающих на цифровую трансформацию, ну и по другим вопросам. У нас было отобрано в соответствии с нашим исследованием 600 организаций по определенным критериям. Ну это, прежде всего, вид основной продукции, это конечная продукция, услуги, компоненты для производства конечной продукции, материалы для дальнейшей переработки. Также мы отбирали предприятия, исходя из численности занятых. Это были представлены крупные, средние, малые, микроорганизации. Различных форм собственности организации подбирали, как государственные, так частные, так и смешанные формы. Но самым главным таким базовым условием для нашей выборки являлись факторы ИКТ-готовности организации, то есть как минимум наличие интернета, веб-сайта, электронной почты. Ну, если так по-простому говорить, типичный портрет предприятия, который был отобран для участия в анкетировании, оно выглядело следующим образом. То есть это крупное предприятие, смешанные формы собственности, выпускающее конечную продукцию. В конечном счете мы ответы получили от порядка третий опрошенных организаций, из которых в основном составили это крупные организации, ну, наименьшее количество микропредприятий. Ну, и тоже у нас получилось примерно паритет предприятий смешанной, частной формы собственности. Доля организаций, где 100% государственного участия, составила порядка 20%. Ну, и среди организаций, которые прислали ответы, организации, выпускающие конечную продукцию, составили 60,5%, промежуточную, то есть компоненты для производства конечной продукции 24,6%. Что касается уже непосредственно самих результатов, которые мы получили. Что хочется сказать, если мы говорим про оценку уровня зрелости цифровой трансформации компании, то большинство организаций проходят средний этап, то есть деятельность по цифровому преобразованию, оно осуществляется, оно развернуто лишь частично. Также многие организации проходят раннюю стадию, где мероприятия по цифровому преобразованию еще не планировались или не осуществлялись. Ну, в порядке 5% цифровой трансформации говорить не приходится, то есть она не была запущена. Но, тем не менее, 16% находится на продвинутом этапе. Это значит, что многие операции по цифровому преобразованию развернуты на предприятии. Ну, и стадию зрелости проходит как бы меньшинство, чуть более 3%. То есть стадия зрелости означает, что основные действия по цифровому преобразованию развернуты, поддерживаются, ну, или уточняются на предприятии. Если мы будем говорить, рассматривать организационные механизмы цифрового преобразования, то можно сказать, что только 40% организаций ответили, что у них есть план мероприятий по осуществлению цифрового преобразования, то есть, ну, непосредственный документ, то есть программа или концепция, или непосредственно план по осуществлению этой деятельности. Порядка 37% отметили, что осуществляется мониторинг прогресса цифрового преобразования. Только где-то каждое четвертое предприятие говорит о том, что есть руководитель, либо ответственное лицо, отвечающее за реализацию цифрового преобразования. То есть, ну, как правило, получается, что далеко не у всех есть действительно ответственные люди, которые проводят эти мероприятия. 10% отметили, что, да, есть четкое распределение обязанностей функции по обеспечению цифрового преобразования на всех уровнях организации, то есть в каждом десятом. Но, как правило, этот процесс пока что не упорядочен. И, ну, если говорить там, что есть четкое распределение, пока не приходится. Но, тем не менее, вот 13% отметили, что у них есть корпоративная стратегия цифрового образования, что также, в принципе, неплохо. Если мы говорим, возвращаемся к этому вопросу, а кто осуществляет управление цифровым преобразованием, то вот почти половина организации отметила, что нет ответственного лица либо должности, закрепленной за вот эти процессы. Порядка 15% эти функции возложены на исполнителя либо генерального директора. То есть, если, ну, частично возложены эти функции на технического директора либо финансового директора, но если мы говорим, к примеру, про такую должность, вот, как директор по информационным технологиям, то это в 2% случаев, а такая должность, как, к примеру, директор по цифровой трансформации, это всего лишь полпроцента. То есть, по большому счету, таких именно специализированного руководства, да, в организациях, которые будут отвечала под ключ, да, за вопросы цифровой трансформации, нет. Далее мы рассматривали, какие организации используют интернет-инструменты для продвижения своих товаров и услуг, да. Чаще всего это веб-сайт, ну, почти все отметили, что есть. Также здесь лидируют, как бы, размещение рекламы в интернете, мессенджеры для связи с клиентами, социальные сети, продвижение сайта в поисковых системах, то есть SEO, email-маркетинг, контекстная реклама и так далее. Хотелось бы вот тоже особо, как бы, остановиться на использовании информационных систем, автоматизирующих процессы учета, планирования контроля в организации. То, что, по сути, характеризует, насколько вот эти процессы, они развернуты на предприятиях. Ну, и, по сути, ответы свидетельствуют о следующей картине, о том, что системы автоматизированного учета, то есть вот системы автоматизированного проектирования, извиняюсь, они только где-то в порядке 38% организации используются. Планирование ресурсов предприятий, то есть ERP-системы, тоже где-то в около трети предприятий. Управление персоналом, каждый четвертый в лучшем случае, управление производственным процессом в каждой пятой, управление взаимоотношения с клиентами, то есть ERP-системы, тоже примерно в каждой пятой. А если уже говорить про систему управления базами данных об изделии, либо управления цепочками поставок, то здесь, конечно, наименьшее значение результаты исследований показали, использовали. Ну, и задавались такие вопросы нами в анкете, насколько автоматизация процессов повлияла на производительность организации, то есть внедрение цифровых технологий. И порядка всего лишь 1% сказали, что предыдущие инвестиции оказались неуспешными. Это радует, что все-таки вот эти средства, которые направлялись на цифровизацию, они в половине случаев, вот Красная область, связи с тем, что был рост производительности за счет более автоматизированных процессов. Но, тем не менее, 26% организаций отметили, что они по-прежнему дублируют автоматизированный и не автоматизированный процесс. Ну, то есть как это по старинке. Делали, а вдруг там что-то случится с системой, что мы будем делать? Поэтому дублируют, конечно же, это увеличивает определенную нагрузку на компании, но, тем не менее, вот такая перестраховка есть. Ну, и где-то каждая четвертая организация затруднилась ответить. Ну, посмотрели на внедрение организациям ключевых технологий в области цифровой трансформации, тоже попросили компании проранжировать. И, ну, вернее, выявили, да, насколько вот, какие инструменты используются. Ну, и, как правило, основную подавляющую массу составляют традиционные веб-технологии, технологии мобильного интернета, социальные медиа, чуть меньше используют технологии оптического распознавания, интернет вещей, в принципе, ну, на пятой позиции робототехника, электронная коммерция, облачные вычисления и так далее. Ну, вот, в частности, тот же пресловутый блокчейн у нас оказался на самом последнем месте. Все-таки данные технологии пока что нашим организациям промышленным, ну, не совсем, наверное, понятно, как использовать, не совсем они получили вот распространение. Что касается кадрового обеспечения, да, то есть, чтобы проводить цифровую трансформацию, безусловно, нужны кадры, необходимо тратить определенные ресурсы на обучение персонала. И здесь были вопросы в части того, на что идут вот эти затраты. Ну, основные затраты связаны с освоением новых технологий, оборудованием, программным обеспечением связанным с разработкой и внедрением инноваций. Также это на повышение личной эффективности руководителей, на развитие базовых навыков использования КТ, развитие навыков информационной безопасности и так далее. Ну, и что касается наиболее востребованных специалистов в организации, все-таки кто компаниям нужны, чтобы продвигать процесс цифровой трансформации. Ну, и судя по ответам, можно констатировать, что это, в первую очередь, разработчики и аналитики программного обеспечения приложений, например, веб- и мультимедийных приложений, то есть системные аналитики. Также востребованы и нужны специалисты по базам данных и сетям, например, дизайнеры баз данных, специалисты по информационной безопасности крайне тоже актуальны, что сейчас вот и, в принципе, в нынешних условиях объективно, да. Бизнес-аналитики тоже одни из наиболее востребованных специальностей, специалисты по работе с большими данными, то есть это дата-аналитики, дата-инженеры, дата-сайентисты тоже входят в топ, скажем так, 5 наиболее востребованных специальностей, да. Ну, и по большому счету, наименее востребованы – это уже специалисты по оргварразвитию, специалисты по обеспечению цифровой или компьютерной грамотности. Ну, организации прибегают к различным способам получения знаний, компетенции по цифровому преобразованию персоналом организации. Ну, как правило, это обучающие курсы, тематические семинары, тренинги, повышение квалификации, стажировки, обмен опытом. Ну, также проводится обучение в организациях непосредственно, то есть корпоративное обучение. Онлайн-курсы по развитию цифровой грамотности и так далее. Ну, и уже приближаясь к концу, мы выясняли у организации, какие факторы препятствуют все-таки цифровому преобразованию, используя цифровых технологий в организациях. И ранжирование показало следующее, что все-таки основные вопросы связаны именно с экономическими факторами. То есть наиболее важными являются следующие – это неопределенность экономической ситуации, ну, сейчас это особенно актуально, высокая стоимость заемных средств, высокая налоговая нагрузка, отсутствие понимания цифрового бизнеса, основанное на новых бизнес-модели, недостаточность государственной поддержки, неразвитость финансовых инструментов для осуществления цифрового преобразования и так далее. То есть уже производственные факторы, они влияют как бы менее на процессы и скорость цифровой трансформации в организациях. Хотя, опять же, компания отмечает, что у нас есть некое отсутствие на рынке труда необходимых специалистов. То есть то, что недостаточно предложения на рынке типовых коробочных решений для осуществления цифрового преобразования и так далее. То есть, в принципе, эти меры, они менее значимы. Ну, безусловно, конечно, это не все результаты нашего исследования, просто я хотел познакомиться с наиболее такими, и, наверное, значимыми, наиболее интересными результатами. Ну, с учетом ограниченности времени, как бы вот это основные вопросы, которые хотелось вам представить. Если у вас будут вопросы, постараюсь ответить уже на более такие конкретные, если интересуют. Спасибо большое за внимание. Денис Викторович, большое спасибо. Коллеги, да, сейчас Екатерина Викторовна. Денис Викторович, спасибо за доклад. У меня такой вот вопрос. А какие инструменты государственной поддержки цифровой трансформации есть, и предприятия могут их использовать в Республике Беларусь? То есть, как государство поддерживает, какими инструментами цифровую трансформацию предприятий? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Я, конечно, вот у меня презентация состояла еще из слайдов касательно мер поддержки, да, вот у меня, в принципе, в названии доклада было отражено, но я уже из-за времени их убрал. В принципе, у нас на сегодняшний день достаточно широкий, скажем так, широкий набор инструментов, да. Ну, во-первых, что хочу сказать. У нас есть специальная программа цифровое развитие Республики Беларусь на 2021-2025 год, где целый набор инструментов экономических, административных, организационных и прочих, да. То есть, в принципе, деятельность, связанная с цифровой трансформацией, она относится как бы к инновационной, поэтому она подпадает под определенные льготы и преференции, в том числе налоговые, финансовые, таможенные и так далее. То есть, на самом деле, довольно широкий круг для того, чтобы вот эту деятельность внедрять. Ну, я не знаю, может, у вас какие-то более конкретные инструменты интересуют? Я бы тогда мог. Ну, то есть, предприятия не знают об этих инструментах? Почему они называют одним из препятствий для цифровой трансформации недостаточность государственной поддержки? С чем это связано? Ну, безусловно, недостаточность, она, наверное, как и любой компании, всегда, любая компания хочет, чтобы поддержка была больше, да. Конечно же, ресурсы, они государства ограничены, и, безусловно, страна, ну, не может там финансировать в каких-то таких больших объемах, да, если мы говорим про именно государственную поддержку. Государство, в первую очередь, поддерживает наиболее такие значимые, приоритетные проекты, и у нас зачастую для таких проектов есть механизмы, предполагающие, в том числе, индивидуальные годы и преференции, да. А, безусловно, многие компании, которые уже, в принципе, становятся на ноги, им, по большому счету, государственная поддержка и не так нужна, потому что все-таки здесь, ну, здесь, если удается, собственно говоря, внедрить цифровые технологии, как-то повышается производительность сразу и доходность. Но, в принципе, в принципе, если мы в целом рассматриваем любые проекты по цифровой трансформации, вот, какого-нибудь промышленного предприятия, государственного, да, чтобы ее осуществить, изначально нужны очень большие инвестиции, очень большие вложения. И, конечно же, эти все проекты весьма затратны, поэтому помочь всем, наверное, не получится. И не каждая организация может себе вот позволить провести вот такую полномасштабную цифровую трансформацию. То есть могут быть действительно автоматизированы какие-то отдельные процессы, либо в рамках каких-то отдельных подразделений, но в целом провести вот во всей организации – это довольно сложно. Я думаю, в принципе, в других, наверное, странах, в России, проблема примерно схожа. Можно еще ответить? Да, пожалуйста, коллеги. Спасибо. Добрый день. Спасибо за интересный доклад. Вот сегодня утром прозвучало о том, что, ну, такую цифровую трансформацию необходимо осуществлять постепенно в связи с тем, что не все, так сказать, наши люди могут быстро, так сказать, внедриться в этот процесс. Есть определенный уровень образованности и так далее. Вот как в Белоруссии это осуществляется? Есть такое насаждение такое или, наоборот, небольшое, значит, нужно было увеличить темп цифровизации? Как вы считаете? Спасибо большое за вопрос. Вы, в принципе, в начале даже частично, мне кажется, ответили на него. И я вот на слайде тоже показывал. Мы оценивали уровень готовности в цифровой трансформации, потому как если, в принципе, организации, изначально не налажены процессы, нет понимания, как эту трансформацию проводить, то, конечно, будут проблемы, потому что нужен, безусловно, наряду с финансовыми ресурсами, о которых мы говорили, и нужен человеческий капитал, кадры, которые могли бы эту цифровизацию обеспечить. Безусловно, у нас есть достаточно высокая конкуренция на рынке за тех специалистов, которые могли бы ее проводить, безусловно, данным специалистам и нужно соответствующую оплату обеспечивать, уровень оплаты труда, чтобы они могли ее осуществлять. Поэтому, наверное, практика показывает, и общение с промышленными предприятиями, еще они не совсем понимают, что такое цифровая трансформация. Все-таки многие идут по старинке, где-то многие боятся этого процесса, а вдруг они что-то сделают не так, а вдруг каким-то образом это не приведет действительно к желаемым результатам. Поэтому зачастую вот это вот где-то и традиционное мышление, желание не рисковать, желание как-то идти по старой такой проторенной дорожке, оно и играет вот такую злую шутку. Но, тем не менее, уже многие организации, как тоже исследование показало, осознают, что без цифровой трансформации в перспективе в конечном счете никуда. И поэтому начинают именно с автоматизации процесса, как минимум автоматизации, внедрения хотя бы систем взаимоотношений с клиентами и так далее. А уже потом внедряют такие более прогрессивные инструменты, которые бы позволяли им выстраивать отношения с партнерами и с поставщиками и с прочими-прочими. То есть именно бизнес-процессы в организации выстраивать, по-моему. Поэтому, да, наверное, быстро мы это не сделаем в силу ограниченности кадровых ресурсов, финансовых ресурсов. Но, тем не менее, постепенно это нужно делать. И у нас, наверное, это больше как-то практикуется на примере каких-то пилотных организаций, где отрабатываются те или иные подходы, а потом уже это переносится опыт уже на другие организации. Спасибо большое. Коллеги, давайте мы у нас просто сильно выбились из тайминга. Я очень прошу прощения. Может быть, Денис Викторович, вы оставите свои контакты. У нас просто, я вижу, что коллеги очень много хотят с вами поговорить, пообщаться. Может быть, мы специально даже организуем какой-то семинар. Если вы не возражаете, потому что мы выбиваемся из графика. У нас коллеги, которые в своих поясах очень просят выступить. Спасибо вам большое, что пригласили. Безусловно, все контакты. Потом спишемся, я все оставлю. Хорошо, большое спасибо. The goal is an introduction to the situality itself. Two topics to work. The stakeholder – as the person or organization that can impact, experiment change, or feel affected by other activities or decisions. And the artificial intelligence. The artificial intelligence – as a research on development of mentionings and application of AI systems. Both concepts are integrated through the technological project, the creation of a product or service that provides a solution where its design is effective. Stakeholder management is an important aspect of technological projects and showed their before approach in a methodical fashion using a system tools already familiar to the profession of project manager. There are different complements views, for example the PMA view with the classified stakeholder or four factors adaptability, mission, involvement and consistency. Or the ISO view with classified stakeholder base of their relationship with the project their hierarchy depending on legitimacy power and influence. In this slide we went into mention the freelance-born study. It's analyzed the possibility that certain jobs will be absorbed by artificial intelligence. The result obtained predicts that up to 47% of USA jobs in 2010 probably disappeared about the automated in the next year. The technological projects that include artificial intelligence have made it possible to improve in production control, integrating regulation, predict model and self-adjusting, flow capacity and other parameters. In this content it is important to highlight that the projects implemented have a during impact on the reduction of plant operation. about the case study agri-food industry at the beginning of the 16th century the first tobacco manufacturing industry were established in the city of Seville in Spain the first industry in Europe. The photograph showed the manufacturing process previous to implementation of PLC Programma Logic Controller. The Spanish Tobacco Company was selected because it was initially a public company that was later privatized. With an artisanal manufacturing the tobacco industry had to reinvent itself becoming a private company in 1998 starting from a high number of personnel undergoing a technological renovation based on private capital is a clear example of automation and the application of artificial intelligence allowing the drastic reduction of personnel The case study focused on technological projects directly related to tobacco product manufacturing carried out under condition of strict control and regard specific treatment parameters temperature humidity twisting and flavoring Moreover programma logic controls were used due to the layer pollution the main characteristics and parameters of this project have been grouped according to type in table in order to facilitate a clear understanding of the scope of the present study to identify stakeholders the model developed by Machal Power Urgency and Legimitacy figure on the left show an example of an operational improvement project ID Project A in the table the methodology applied for analysis to overcome barriers to successfully project management stakeholder and the impact of AI is important to detect critical success factor methodology begins with the definition of its scope which involves identifying all stakeholders that influence the projects and their study obtain the stakeholder register the next stage completes data collection for or with the indicators usually monitored in technology projects time calls deliverance and desviation carried out during the study period have been grouped together next the questionnaire will be prepared including the critical factors identified in the state of the art and finally the different hypotheses of relationship between different critical factors the final validation of this hypothesis using statical tools and conclusion of this study will be proposed the figure at the top show the methodology applied the critical success factor to overcome varied to successfully project management stakeholder and the impact of AI is important to detect critical success factor the table showed the review of the state of the art from 1971 to the present with critical success factor detected by the author next is the analysis factor analysis was strut on the dependent variables stakeholder and the project success and the independent variables represented in the table the barry mass rotation method was used to determine the components the most interesting would be the independent variables obtained through the questionnaire four independent variables with the other of the color will be falling technical decision support through AI communication top management decision supported through AI and monitored performance and feedback according to the regression analysis obtained depend on independent variables a new theoretical framework was obtained represented in this slide shown below the final discussion and conclusion results showed the importance of AI as a support management and establishing a well-defined project mission as shown by independent factor three with a standard data close to unity some conclusion that can be drawn from the study presented about stakeholders the know-how and experience of staff responsible for project tasks has become an influential factor in changing environments about success the critical success factor identified in this study can help to better understand dimension and the importance of the project management the artificial intelligence is used to support technical and top management decision decision making increase the probability of success and last decision making the use of artificial intelligence as an opportunity for company although it is necessary to advance in the development of digital competence to maximize this impact this concludes the presentation and I hope you enjoyed it I remain at your disposal for any question thank you very much уважаемые коллеги мы продолжаем нашу пленарную часть и сейчас я приглашаю гостей из Италии Миланский политехнический университет и у нас доктор Лука Фумаджали я прошу прощения если я ошибаюсь в произношении фамилии коллеги вам слово спасибо всем здравствуйте с произношением все в порядке я сейчас постараюсь поделиться экраном и я надеюсь всем слышно вы теперь видите мой экран да спасибо мы все видим давайте начну с себя меня зовут Лука Фумаджали я представляю политехнический институт Милана факультет управления экономикой и промышленности я с удовольствием в прошлом году посетил Екатеринбург это был проект по сотрудничеству с Уральским федеральным университетом и с нашей школой управления экономики вот здесь как раз фотографии видны одна вечерняя но я думаю что знакомые если вы это города вы узнаете во всяком случае я хотел бы привет передать своим коллегам с которыми мне пришлось поработать я думаю что это очень интересное сотрудничество было ну а теперь я вам представлю свою презентацию о тех исследованиях которую мы провели по цифровизации с чего я хотел бы начать я хотел бы начать с введения написать вам вопрос это принятие решения планирования принятия решения на самом деле является серьезной проблемой для многих компаний которые хотят оптимизировать сочетание и взаимодействие работы производства и так далее это очень важно для промышленности потому что это позволяет достичь эффективности производства сэкономить деньги а также выработать определенные реакции на определенные изменения которые возникают в ходе производства когда вы переходите с одного производства на другое опять же все будет зависеть от того каким производством вы занимаетесь как правило на практике это не общепринято что промышленность внедряет оптимизацию из того что я услышал от предыдущих спикеров они говорили о цифровизации и мы слышали о том как цифровизация относится к промышленности то есть и понимаем что не везде цифровизация принимается широко мы будем говорить о различных подходах которые используются здесь я хотел бы вам рассказать об одном аспекте который непосредственно относится к гибридному поточному производству и планированию поточного производства вот это сокращение вы видите HF SSP итак для исследования что мы выбрали мы посмотрели на поточное производство на СТХ производственные системы которые характеризуются разнонаправленным линейным производством там нет каких-то мест смешений в потоках продукции это единая производственная линия мы посмотрели на гибридные поточные производства это означает что производственные стадии разделяются на различные ресурсы которые задействованы в ходе работы причем задействованы параллельно как правило это достаточно известные это известные подходы потому что это как правило стандартная проблема оптимизации поэтому мы применили математические подходы для моделирования мы это сделали у нас в лаборатории вот собственно эта лаборатория вот видна на заднем фоне и вы можете наш веб-сайт посетить ткнув на ссылочку которую вы видите здесь на слайде проблемы вот вот эти пробелы которые существуют те подходы которые есть мы рассмотрели в разных исследованиях их можно обобщить многие из них в основном теоретические это вот основная вторая проблема пробел то есть в основном это теория и мне хотелось показать что наш подход он такой академический да то есть мы каким-то образом не заполняем вот этот пробел но мы стараемся обеспечить более общий подход для того чтобы можно было выполнить моделирование чтобы потом не пытаться распыляться на большое количество участников в ходе этого исследования что мы старались сделать мы постарались смешать генетический алгоритм то есть более специфические решения у нас есть входные данные мы создаем с помощью них популяцию которая является ну таким предварительным решением это решение после этого анализируется мы экспортируем это примерное решение которое называется индивидуальным экспортом то есть индивидуальным решением и далее мы запускаем процесс моделирования симуляции вы видите как мы запускаем симуляцию дальше результаты этой симуляции они оцениваются с точки зрения их исполнимости и далее далее мы попытаемся понять оптимальное это решение или нет и мы вносим определенные изменения для того чтобы оптимизировать это решение и опять проводим вот это предварительное решение опять переходим на симуляцию и таким образом мы вырабатываем решение преимущества которые можно достигнуть с помощью этого понятно что вы можете увидеть очень много цифр в этой статье но главный аспект заключается в том что мы протестировали вот такое рамочное решение с помощью подхода карьера нейрона и мы смогли получить результат достаточно быстро мы смогли определить преимущества по сравнению с теми подходами которые применялись ранее первое заключается в том что мы создали уникальный уникальную функцию которая нам позволяет смешивать различные цели второе это симуляция моделирования которое мы можем использовать таким образом как вы видели ранее для того чтобы перейти к выводам потому что я знаю что времени во времени мы ограничены но должен сказать что этот подход это подход который может привести к созданию цифровых дневников мы знаем что мы сейчас находимся с вами стадии цифрового перехода это очень важно и когда мы применяем вот этот подход для оптимизации для проведения симуляции и для получения такого образца прогнозирования и масштабирования мы получаем с вами систему то есть мы получаем информационную систему которая соотносится к тем что вот мы с вами ранее слышали мы тестируем у себя в лаборатории мы проводим тестирование поэтому ну не знаю можно ли сказать является ли это такой вот стопроцентный результат потому что понятно что нам для того чтобы подтвердить и доказать нужно много тестов провести в лаборатории у нас к сожалению не так много времени но мы можем это сделать на практике на практике мы поняли что мы на самом деле можем на 10 процентов эту систему улучшить мы подумали что еще дело в том что поскольку я все-таки инженер-механик и я работаю в отделе промышленности мы привлекли в это исследование и других коллег у которых больше все-таки образования в области IT-технологий и мы пришли к выводу что вот этот вот пример вот наша производственная линия которую мы тестируем у тебя в лаборатории и когда мы применим вот этот подход мы видим что эта система улучшает свою работу то есть мы видим производительность системы становится лучше эффективность повышается то есть соответственно мы видим вот этот самый подход который применяется к устойчивому развитию и мы видим что это уже по сути готовый блок готовый блок симуляционного модуля вы видите здесь его переменные которые мы можем изменять для того чтобы интегрировать его в цифровой двойник собственно вот это та идея которую мы в итоге хотим реализовать и я по сути думаю что вот это и есть наш вклад в разрешение подобного рода проблем спасибо большое я надеюсь не слишком много у вас времени занял спасибо и буду ждать с удовольствием ваших вопросов большое спасибо во-первых я обязательно передам привет Дмитрию Толмачеву я видела его на фотографии вместе с вами я передам от вас привет и вопрос наверное вот такой коротенький скажите пожалуйста у вас вот кто является заказчиками какие промышленные отрасли являются вашими заказчиками в равной ли степени ваш подход подходит для машиностроения например или для пищевой промышленности есть ли какие-то отраслевые особенности спасибо за вопрос как правило когда мы представляем подобные результаты мы можем ответить что любая компания может получить преимущество но тут наверное все-таки есть определенный барьер который мы для себя видим барьер заключается в следующем относится он к типу к типу технологии цифровой технологии которая используется компанией во всяком случае в Италии производственные компании они находятся в более хорошем более выгодном условии с точки зрения цифровизации они могут получить данные которые они могут загружать нашу модель в принципе конечно можно этот подход применить и в крупных производствах вы можете это использовать и пищевую промышленность по сути никаких ограничений нет но на практике больше здесь наверное ограничивают нас все данные которые можно использовать в этом моделировании и возможность менять и варьировать типы производства переключаться с одного на другой то есть мы понимаем что мы работаем с разной рода продукции то есть пищевая промышленность одна продукция понятно что у них более длинный производственный цикл то есть большее количество вот этих вот элементов которые позволяют достигать гибкости модели поэтому я бы сказала что ну наверное это подходит для тех ситуаций когда мы имеем дело с массовым производством спасибо большое спасибо за участие и я думаю что ваши контакты есть коллеги вам напишут если какие-то вопросы возникнут большое спасибо и мы предоставляем слово нашему следующему гостю из из Малайзии Куала-Лумпур доктор Виип Лау профессор Малайзийского университета с докладом по связи COVID-19 и влияние его на промышленное производство пожалуйста здравствуйте сегодня я вам расскажу о цифровизации и с ее помощью смягчения эффекта и воздействия COVID-19 на производство и сектор и опять же я представляю Малайзию видите здесь карту Азии вот она Малайзия видите самые известные башни-близнецы должен я сказать следующее что страны очень многие столкнулись с падением экономики и по сути все было связано с локдауном многие должны были закрыться и поэтому мы видим негативный рост точнее мы видим падение промышленности и COVID-19 очень серьезно повлиял на экономики стран и естественно для того чтобы смягчить вот этот эффект воздействия нам в помощь есть цифровые технологии это роботы это электронная коммерция которые нам могут позволить справиться вот с таким локдауном национального масштаба COVID-19 стал очень серьезным фактором который повлиял на экономику Малайзии если мы посмотрим ВВП Малайзии в 2020 году и мы видим каким образом он изменился в 2022 году в производстве мы мы видим экспорт и импорт мы видим изменения в промышленности которые в молодистской промышленности которые происходили с 70 по 2010 по 2010 год мы провели исследование и это исследование нам помогает провести сравнение и понять те усилия которые мы вложили в моделирование создание моделей спецификаций по пониманию эффекта от COVID-19 вот теоретические предпосылки мы посмотрели на кризис который был создан в ходе пандемии мы посмотрели в трехмерном измерении и далее мы второе измерение заключалось в том что мы постарались изучить динамические возможности компаний ну и третьим измерением было понять динамические возможности компаний которые могут интегрироваться во внутренние внешние условия мы рассмотрели определенный период давайте я вам расскажу о тех данных которые мы взяли для исследования мы посмотрели на данных за период с января 2020 года по декабрь 2020 дело в том что мы посмотрели 24 сектора на которые мы исследовали воздействие ковида нам эти данные предоставил департамент статистики малайзии и вы видите мы использовали форму мы посмотрели каким образом это относятся продажи прибыль от продаж мы эти данные также получили от соответствующих департаментов мы проанализировали эти данные вы видите каким образом они исследовались эти переменные которые мы рассматривали объем продаж за месяц ковид цифровые технологии и следующие переменные экспорт общий экспорт общий импорт это отношение доллара к рингиту в малайзийской валюте курс обмена и далее все что связано с ковидом вот вы видите какие цифры мы туда завели вы видите статистику в нашей эмпирической модели которую мы использовали модели продаж мы посмотрели каким образом изменились продажи и каким образом изменились продажи использований новых технологий период ковида мы ввели определенные коэффициенты далее вы видите мы включили определенные условия ковид и цифровые цифровые модели сразу извиняюсь коллеги за перевод может быть это что-то не точно очень плохо слышно периодически пропадает связь вы видите есть определенные цифры которые мы получили то есть период ковида мы видим что падение объема производства мы видим что когда мы переходим к цифровым услугам мы не видим такого падения наоборот более интересно вы видите наш эффект который мы проследили маржинальный эффект у нас есть отрицательные цифры но когда мы движемся вдоль мы видим рост вы видите что когда используют правые технологии то не столь сильно влияет ковид давайте посмотрим на влияние в результате ковида вы видите существенное падение на объем продаж в месяц и соответственно на прибыли это отражается негативным образом далее цифровую использование цифровых технологий и уже с применением технологий мы видим что возникают совсем другие цифры вы видите что на продажах это сказалось негативным образом пандемия повлияло крайне негативно мы видим негативные эффекты воздействия на производство а также продажи и мы видим что смягчается это негативное воздействие при применении цифровых технологий если говорить о ключевых результатах то когда мы разработали экономический анализ когда мы провели экономический анализ мы поняли что применение этих новых технологий оно ускоряет рост ускоряет рост промышленности то есть их применение в стране приводит использование роботов использование цифровизации положительным образом влияет на электронную коммерцию на продаже и поэтому мы предложили определенные решения с точки зрения политики это налоговые преимущества могут предоставляться производителям цифровых технологий второе это правительство должно предоставлять государственный капитал для поддержки развития цифровых технологий а также использование их у производителей такой капитал государственный капитал в виде грантовых программ может привести к тому что это позволит обеспечить рост малым и средним предприятиям ну и в завершении я хотел бы сказать что правительство малайзии должно рассматривать такую такую дорожную карту использования цифровых технологий и использовать 5G как новое поколение мобильных сетей использование big data и собственно самих технологий по цифровизации спасибо большое большое спасибо за доклад коллеги вопросы если есть скажите пожалуйста вот кроме цифровизации какие еще факторы резилиентности малайзийской экономики вы могли бы назвать вот в ковидный и постковидный период ну если говорить о других факторах я бы сказал что есть и другие экономические драйверы которые могут использовать наше правительство для того чтобы помогать людям восстановиться от ковида я думаю что если говорить о производственном секторе это увеличение экспорта объема экспорта то есть мы видим что экспорт растет соответственно экономика восстанавливается и таким образом восстанавливаются объемы производства если говорить о секторе средних и малых предприятий по-прежнему они пока еще очень серьезно страдают вот в этот период постковида пожалуйста еще вопрос спасибо большое вопрос большое спасибо за доклад было очень интересно послушать у меня такой вопрос исходя из тех параметров которые у вас используются в модели в качестве параметра по ковид вы использовали популяцию то есть количество людей заразившихся ковид не рассматривали вы параметр смертности от ковид как проявление жесткости влияния ковида на собственно взаимоотношения людей и их ограничения в этот период спасибо 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 за вопрос я думаю что смертность от ковида да она присутствует но если говорить об этом исследовании мы такой фактор как смертность мы не использовали потому что мы считаем что он не совсем относится к исследованию объемов производства не совсем он относится к производственному сектору но да ковид как таковой мы использовали то есть общее количество случаев ковида мы в эту модель загоняли спасибо большое коллеги если вопросов нет поблагодарим нашего гостя большое спасибо тоже ваши контактные данные если есть наши коллеги пишут и приглашаем нашего следующего гостя гость из Китая это Гаус Цизян доктор наук главный научный сотрудник института России Восточной Европы Центральной Азии Китайской Академии Общественных Наук пожалуйста профессор Гаус Цизян мы вас внимательно слушаем Себас Да Да Сейчас загружается экран Хорошо Я по-русски Здорово Очень приятно Спасибо Добрый день уважаемые коллеги Перед выступлением хотела бы выразить благодарность за приглашение организатора конференции Как исследователи по изучению российской экономики приблизительно четыре года назад я обратила внимание на развитие цифровой экономики России Для сегодняшней конференции специально выбрала тему логика цифровизации в России и сотрудничества между Китаем и Россией Доклад мой состоит из двух частей логика цифровизации в России и китайское российское сотрудничество Помню что в 2017 году президент Путин отметил что формирование цифровой экономики это вопрос национальной безопасности и независимости России конкурентности отечественных компаний позиции страны на мировой арене на такосрочной перспективу после этого утверждена программа цифровая экономика России и национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2013 года а также национальный проект цифровой экономики судя по этим документам и непрерывного развития цифровой экономики России по моему логика цифровизации России заключается в следующем то есть во-первых поставлены информационные безопасности и суверенное информационное пространство на первом месте во-вторых предвременно установлены соответствуют законы и технические стандарты в третьих продвижение цифровизации в государственных учреждениях и государственных предприятиях в первую очередь в четвертых устроение барьеров на пути развертывания 5D в пятых активная реализация импортозамещения технологических лишений российского производства в шестых укрепление системы оборудования и подготовки кадров в области цифровых технологий в седьмых поддержка ИТ-индустрии словом по-моему цифровая трансформация развернута сверху вниз под руководством правительства в России правительство делает все необходимое в тех областях как проектирование в целом институциональное обеспечение обеспечение информационной безопасности финансовая поддержка инфраструктурное строительство неокры а также обучение персонала цифровизация в государственных органах и государственных предприятиях стала отправной точкой для ускорения цифровой трансформации по поводу китайско-российского сотрудничества в области цифровой трансформации хотели бы обратить внимание всех на те направления первое направление это сотрудничество в области обеспечения информационной безопасности в контексте всестороннего взрывания со стороны США и их союзников безопасности информационного пространства имеет для Китая и России жизненно важное значение в этом направлении обид России стоит случить для Китая по-моему обе стороны должны ухилить коммуникацию и сотрудничество в области обеспечения информационной безопасности в рамках ШОС сопряжения стратегии развития ЕАЭС и китайской инициативы один пояс один путь нужно совместно работать для того чтобы создать сообщество единой судьбы в умерном безопасном открытом упорядоченном киберпространстве второе направление обмен опытом в области управления цифровой экономикой суть управления цифровой экономикой по-моему заключается в том чтобы найти золотую середину следы технического прогресса экономического развития обеспечения национальной безопасности и заседей общественных интересов цифровая экономика Китая бурно развивается безусловно но проблема основания в построении систем управления и национальных систем стандартизации стала заметной опыт в России в заблаговременном построении правил управления технических стандартов вместо того чтобы искать лишения при возникновении проблем для Китая очень важен в том чтобы стимулировать жизнеспособности предприятий и органов местного самоуправления для развития цифровой экономики у Китая по-моему есть и своя уникальность третье направление усиление научно-образовательного сотрудничества повышение цифровых навыков всего народа и развитие цифровых сквозных технологий для России и Китая имеют важное значение надо усилить сотрудничество между университетами и исследовательскими институтами двух сторон четвертое направление укрепление сотрудничества в области 5С освобождение полосы частот для развертывания в России в прошлом году по-моему в какой-то степени означает что окно возможностей для сотрудничества Китая и России в этой области открылось это представит возможности для всестороннего сотрудничества между производителями мобильного оборудования полупроводников и программного обеспечения двух стран 5-е направление инновационное сотрудничество в России ИД-отрасли меры поддержки ИД-индустрии в России дает шанс для сотрудничества между двумя странами совместное создание стартапов в сфере ИД или приобретение существующих российских ИД-компаний для дальнейшего развития это выбор некоторых китайских технических компаний по их мнениям преимущество России в основном заключается в двух аспектах один это преференциальная политика другая гадровый резерв коллеги мы живем в эпоху неопределенности на вопрос сервиса Диггенса это лучшее изо всех времен или худшее изо всех времен мне трудно ответить но понимаю что это эпоха сотрудничества все таки в поисках определенности особенно надо сотрудничать в цифровой трансформации спасибо за внимание успехов всем большое спасибо коллеги кто хочет опрос задать да пожалуйста Михаил Борисович Благодарю вас спасибо за такой яркий и дружественный заклад прямо скажем то есть здесь все понятно все очень содержательно и вместе с тем вызывают вопросы вот если можно по-моему третье направление из того что вы вынесли на плакаты у вас там есть замечательное выражение что наш путь это формировать новые стандарты вместо того чтобы искать решение проблем по-моему это блестящая фраза но будьте добры прокомментируйте ее пожалуйста вот что вы вкладываете какой смысл вы в нее вкладываете спасибо за вопрос вы знаете у нас в Китае вообще-то рынок играет очень важную роль и в экономике и вообще-то в законодательном сфере но иногда по правилам мы не знаем как надо сделать то есть заранее правила нет и просто рынок там уже работает но если без правила рынок свободно развивается и при возникновении проблем проблемы возникают и тогда мы думаем как надо разрешить эти проблемы я думаю что Россия в этом заранее делает для того чтобы устранить этих проблем все-таки по-моему Россия все делает по планам но вообще-то можно сказать что может быть это мысли и мышления по плану но тут можно сказать что рынок вещь хорошая но иногда тоже имеет свое слабость в тот смысл спасибо еще раз а можно еще один маленький вопрос можно сказать личного характера скажите коллега где вы так хорошо выучили русский язык ну спасибо я в Китае училась а потом в Москве работала 4 года и даже в Иркутске училась но к сожалению в Екатеринбурге пока еще не бывало еще все впереди мы вас ждем в гости приглашаем в гости да пожалуйста еще вопрос добрый день большое спасибо за очень интересный доклад у меня к вам вопрос может быть есть в Китае определение что такое цифровая экономика что такое цифровое производство и цифровая торговля на сегодняшний день в мире нет одного подхода к определению этих понятий я имею ввиду в мире официальном западном так называемом официальном вот к сожалению китайская научная литература особенно на китайском языке вот мне лично недоступна пока и я вот хочу как раз у вас спросить вдруг есть уже эти понятия вот какие-то определенные может быть законодательным образом определено что это такое вот если вы мне ответите я буду вам очень благодарна спасибо цай день так что-то со связью официально пока нет но мы напишем конечно да профессор гауси зя мы вас потеряли мы вас не видим мы вас видим но картинка не движется и нет звука к сожалению у нас есть все ваши контакты тут я вижу в зале еще вопросы и люди хотят с вами поговорить с вашего позволения я контакты ваши отдам коллегам можно будет списаться и переговорить большое спасибо и я предоставляю слово следующему докладчику I have throughout my career worked on different technologies and different projects and of course some of you may remember relay-based telephone exchange stations where dialing number 4, number 8 would require different relays, different rotations. And basically there was so much noise and it was an electromechanical device to connect people. Well, this is about somewhere 1976, I remember my first job and actually even my project, the college, the Radio Communication College was on the PP51. The title of my talk is basically a talk discussing third millennium smart cyberspace in support of world peace. And of course, humanity has been going through transformations, technological transformations, societal transformations. And indeed, throughout the generations and history of mankind, technology has always helped people to move forward and to rise to higher horizons. This is a third millennium 2022, we have fast Ethernet, we have ubiquitous and pervasive computation that has become essential part of human lives all over the world. And throughout my journeys and throughout my career, I have worked on four different continents in nine different countries and have learned to communicate in quite a number of different foreign languages, which helped me to connect to cultures, connect to cultures, connect to traditions. And indeed, as a university professor, I worked with students, with colleagues from all over the world, different nationalities and traditions and religions. And what I found that fundamentally, humanity is always the same. Technology parallel to humanity, if you look at how telecommunication or starting from Edison, electricity, Morse code, the first communication bell projects, telephone, black and white TV. Back in 1972, I actually worked as a TV repairman. It was just about, you know, completing my college. And I worked on two fundamental technologies, then of course, telephone communication technologies and TV, which I took interest in radio communication. And after, you know, so many years of studying and basically becoming electrical engineer and then continue working on different projects, I worked on atomic power plant and also the energy distribution. So that gave me appreciation how that technological evolution have basically impact any field of engineering and fundamentally any aspect of life of people all around the world. I have studied electrical engineering, then I continued. In electrical engineering, I took interest in power electronics and control systems. And that ultimately led me to robotics and automation. And then, of course, continued in computer aid engineering, when I actually look at the CNC plants and controllable automation devices like Siemens and Texas Instruments, PLC programmable logic controllers. And at the same time also AutoCAD, what we see now, the 3D printing. And I think somehow all these cutting edge technologies industry for 3D printing, future Ethernet, smart cyberspace are fundamentally operating on fundamental principles of physics and mathematics. In other words, regardless how smart, how sophisticated technology may be or look today, it is still a fundamentally operating on fundamental principles of science and engineering. In addition to computer engineering and manufacturing plants, I took interest in computer integrated manufacturing, where I realized there is a connection between the whole production processes, manufacturing processes, business processes and marketing processes. And that ultimate connection was via information systems. I studied information systems, databases and computer networking. And indeed, during the time I studied databases, it was 1990, and we work on Ingress relational database. Of course, today, we all are familiar with Oracle and, you know, all different database technologies, SQL, Mini SQL, that actually have become essential for computing on large frame computers, supercomputers, portable computers or smart devices, mobile devices. In addition, later, after my master's degree, I took interest in multimedia communication. And I remember working with colleagues in Canada and later in UK and, of course, US and Europe, mainland, a lot of colleagues from Germany, Czechoslovakia, Spain, France, Belgium. So, it seems like, you know, somehow the technology has been evolving. And some people say that even the evolution of Ethernet, there are two fundamental, if you like, groups that they're working on. Professor Kleinrock with his team at UCLA, other colleagues at, you know, East Coast, MIT and Harvard. And, of course, there was also Midwest colleagues in Chicago and Pittsburgh. At the same time, there was also development team in UK. And the DARPA projects was initially to create a communication technology where streaming of data, such as messages, eventually, a data could be shared across computers via communication infrastructures. Of course, that technology we've all seen have changed and developed with wireless computing. And, of course, fiber optics and satellite communication. So, I had privilege working with colleagues from Verizon, Dow and British Telecom. I also took interest in Spanish, Telefonica and other corporations, you know, back in Southeast Asia, in South Korea, Japan, and South Pacific, where I work as a head of school and director of large ICT, Japan-Pacific ICT projects. And the role of the project was to actually connect via satellite communication all the small islands in South Pacific. And some of you may not appreciate the geography of South Pacific, but it is enormously large. And, indeed, the small islands in that region, all they have is the economy that is basically communication dependent. They are very small economies and they are using satellites apart from some undersea cables, which are quite expensive, and not always available for everybody in the region. So, creating small satellites all across these islands with having a central hub in Fiji was a project that I've been sharing as a director. And while we were working on that project, I finally understood that initially back, you know, if I look at my scholastic work, I took interest in quality of service provision. And, of course, multimedia communication was all about making sure that we have a streaming of audio and video and that there are no jitters and there is a quality of service. And, of course, when people mention the word quality of service, initially when it comes to say, well, how good is the communication? Even the video I just present to you, of course, while you're watching, you may perhaps from your standpoint, look at the perception such as the image quality, clarity, voice clarity. And so that gives you, as a user, basically user perception of quality of service. Now, I will record this video locally on my computer and then transfer through transferring services via Ethernet to Professor Kuzmin. And he will basically replay the video during the conference. And, of course, that video on my computer has different recording technologies. And, of course, subject to your display, you know, and basically where the video will be shown. So there may be another yet, if you like, video playing technologies. And so these are all adjustments. And there are a lot of technical details, you know, to actually make sure that all these media such as data, voice and video are transmitted, communicated and delivered in the best possible quality of service. So I studied that technology. I look at the projects at Columbus, Columbia University in New York on X-Bind. And, of course, CORBA, Common Object Request Pro code technology, which is a middleware, you know, the middle layer, transport layer in seven OSI stack protocol. And that is a most complex protocol where the middleware means that you have different platform, different operating systems, and you create that seamless, you know, a communication. So there's a message passing between all these platforms. And what we have today is basically plug-and-play technology that it seems like seamlessly you buy a small smartphone. But smart, I get back to definition of smart. And you connect, you connect through simple plug to all the services available. Now, quality of service has been, you know, I remember completing my PhD thesis. I actually worked on different projects, starting in Montreal on supercomputing architecture, data flow architecture, monsoon from MIT. And I look at the fundamental performance analysis. And, you know, a lot of mathematics behind the computation. How, you know, do we judge that the computer is performing well? Because computer fundamentally is a hardware, software device. An operating system is managing all these hardware resources. And so there are two fundamental developers, chip developers, microprocessor developers, or what we call hardware developers, memory, storage, etc. And there is also software developers. And very often what we find that throughout this building of a computer just starting from burning a frame, you know, for the microprocessor, there are already, you know, some technological, what I call, errors that are done through the process of burning, of shooting all these electrons and atoms into the silicon infrastructure, silicon, basically, plate. Now, of course, when you buy a new computer, it's by default already, there's a fault in it. And so what we have the compensation for the hardware errors are triggered or trigger software updates. And that's basically how we see, you know, Windows version 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc., always following up. And same with the operating system that you see on your Apple or Samsung. And so, indeed, these two fundamental groups, hardware software developers are often having quite intensive discussions. I saw these kind of discussions back in South Korea, Samsung, where they are, of course, developing the enterprise solution. They say what we call the software solution, they call it enterprise solution, so they can provide services to large corporations globally. And at the same time, if you look at what's going on in Silicon Valley, Intel developers, AMD processor developers. So they're very focused on that developing of microchip, and that is miniaturization and very large scale integration. So throughout my career, I thought about some close to 50 different courses in electrical engineering, electronic engineering, computer engineering software, IT, and of course, end up with cybersecurity. So the quality of service was an umbrella, what I call umbrella that is essential for any infrastructure, communication infrastructure. But today, or perhaps since last 15 some years, cybersecurity has become essential and become umbrella. So when we look at the smart cyberspace today, everything is subject to cybersecurity. And of course, cybersecurity on its own, I did teach cybersecurity or computer security graduate courses in Iowa and in Spain. And so I look at, you know, that again, cyber experts are experts in software developers, hardware developers. And then there are, of course, policymakers, people who make decisions. And very often, making policies is practical only if it's well understood by all layers of organization. And that translates to certain extent of professional practices, ethics, and of course, clarity of communication. Now, in my title, you see the third millennium smart cyberspace, which is what, which is full automation, full cyber automation. And of course, we look at the automation in education, in health, in manufacturing, and smart cities, smart world. You know, world smart has become such a ubiquitous world used by everybody. But I may ask you a question, because honestly, you know, when they see there's a smart cell phone, and we see what's going on with Apple and Samsung, and of course, this very latest smart telephones are functionally supercomputers. They do what computers, some 20 years ago, you know, it would take a really large frame computer to be able to do what the small, you know, cell phone in size, of course, can do today. So that smartness, yet again, is very often understood as a collection of functionalities. And indeed, functionality or any feature that computational device can perform requires additional computation, and that requires additional, yet, constraints on performance. Because indeed, more computation, more traffic, more data exchange, ultimately a lot of congestions, and a lot of issues with delays, and possible malfunction. So, but putting it on different level, you have a smart phone, some of you may have a most recent telephone, just bought it yesterday or this morning. And yet, imagine, if you leave your telephone unattended, somewhere, anybody can take it and walk out, and you lost your cell phone. So, my question is, is it really smart? I don't think so. How smart it is, how smart is the cell phone if it could be stolen? It's not really smart, is it? So, yet again, you know, in that extent, there's a lot of ways of looking at the concept of being smart. Now, putting a smart technology in use of education means that today, thanks to internet and access to information, young people, children, I'm a professor, I'm an educator. So, my main concern, or even my purpose of being an educator is to make sure that every child on this planet gets access to best quality of education. I have, I've been serving for some years now as a honorary chair for the World Assessment Council, a new WAC. And of course, we have developed with colleagues a Eudora project, which is again, kind of educational learning management system that, you know, could, you could look at canvas, blackboards and different technologies, different tools. And so that is to help access, to make sure that all these people, young people in less privileged countries have best quality of education. What does it mean, education? And, you know, very often I, throughout my career, I've studied as already an electronic expert, electrical engineer, computer manufacturing or computer engineering expert. And eventually ended up as a computer scientist and cyber security. I don't know if I'm an expert, but I know a little bit about cyber security and kind of continued learning because indeed it's a field of studies that is evolving, changing. And what is most fascinating about that field of studies is that it brings together yet again mathematics and physics. And a lot of people naively would separate, say, oh, I'm a computer scientist. I don't need to know nothing about mathematics. Well, if I may, I would recommend that perhaps it might be practical to do a little bit of mathematics and indeed review physics textbooks just to come back to fundamentals. Because everything that technology is, is not human. And so could we have a humanoid technologies? Of course, we have humanoid robots. We have SOFIA and we have other most sophisticated projects where robots can assimilate or basically even have a texture of, or even look like humans and almost talk like humans through the speech recognition and voice analysis technologies. And of course, a vision of a robot could assimilate possibly to some extent vision of humans. But there is another dimension and that is to say human as a human being and robot as a technology manufactured project. So, question is, would anybody trust their baby to be taken care of by robots? You know, when mother, and mother at any, any place on the planet, regardless if it's Africa, Australia, any continent, poor or rich, doesn't matter. But the love that mother has for her child is ubiquitous. It's something that is very sane. There is no difference. There is no difference when a small child wakes up in the morning and looks at the sunrise. I remember back in Korea, some students from Africa asked me, Professor Babulak, why we are, what is, what makes us different that we are Africans and these are Americans and these are Koreans and these are British and these are Russians or Czechoslovakians or Germans or Australians? And I said, no, there is no difference because we are all the same. Even me, I feel as a professor, well, professor is, you know, like, it's a word, it's a term that defines what might, I might have done some studies and I did. Of course, I completed my postdoctoral docentura in Czech Republic and work as a professor and then, of course, been recognized as a professor officially in my career. But yet I feel I remain to be a student. And what is disappointing me most that I realized that there is so much I don't know, there is so much I haven't learned. And so I wish again that, you know, that desire of exploring and learning is ubiquitous. And same you people, colleagues, you know, that are watching this video and I honestly wish I could be joining you in person and hopefully, you know, we could have a round table discussions and drinking coffee and chatting over the lunch. But hopefully they will come and we will be able to meet in person and share and perhaps collaborate on many different projects. But what unites us most is the mission. We are educators. Any professor, any scholar, apart from being a researcher, engineer, developer, manager, director, president, regardless of what they do, they are scholars. And scholastic, you know, community is a community of educators. You know, it is very important that we all united translate that understanding that we have, knowledge that we have to young people. And so they can appreciate that this is their millennium. This is the third millennium. This is a fully automated cyberspace. And of course, the sky is the limit. We see what's going on in technologies. And there's always, you know, a lot of opportunities, business and, of course, educational and societal and, of course, in the healthcare, you know, wonderful projects. And so I think that we need to yet encourage young people and encourage ourselves to pursue that development and innovation. And, of course, with Ethernet and communication technology, the world has become a global village. Quite frankly, when you sit in front of Ethernet, it doesn't matter where you are. If you are in Ural, if you are in Ethiopia or Japan or UK or here somewhere in Canada or US or Australia, it doesn't matter. Because you are sharing, learning and visualizing and perceiving the same information. So that basically today's Ethernet, today's communication infrastructures have created a global village. And, of course, through I have learned, you know, a number of different languages. And I remember being much younger, I had difficulty or had no need to learn any language because I was in my home community. All my friends, we talk the same language, we have the same culture. So I don't really have to, you know, adapt or what kind of try to understand other cultures and traditions. But my life journey took me through around the globe. And I traveled around the globe nine times, nine, nine times. I counted how many times. And, indeed, I crossed the Atlantic Ocean over hundreds of times and Pacific Ocean at least 50 times. So, you know, when you look at, I flew over Russian Federation from Korea to Czechoslovakia and London, of course. And then, of course, I flew from London to, you know, New York and Vancouver. And so that gives you the appreciation of, you know, how this world is wonderful. And if you sit in a plane at a very high level and you look at down from your window, what you see is this enormous landscape. And suddenly you realize that the landscape from the high view of the airplane is always the same. You know, in other words, if you fly over US or Canada or over Russian Federation or Europe, you see the same forest, you see the same mountains, rivers. Of course, they are not identically the same, but they look very much alike. And so that brings us to that philosophical dimension. And I mentioned the smart space technologies and, of course, the third millennium technologies and world peace. And world peace, I'm not a politician. I'm just a university professor. I'm a technologies engineer. And, of course, I'm also a father, grandfather and friend and brother and just uncle. Just a regular, regular, very regular person. And I hope that I have remained being humble and simple in my nature because qualifications, diplomas and whatever I have achieved doesn't make me a better person, doesn't make me a more important person. On the contrary, it makes me or should make me more humble because perhaps I might have had privilege that I was given the opportunity to study. A lot of people, a lot of my friends, a lot of my colleagues, they had to work or they didn't have that journey that took them through this academia. So I think, you know, I admire very much people, you know, simple plumber, baker, builder, you know, a cook, somebody who may have a very simple education and yet they have so much wisdom. And that wisdom comes with the common sense. And, of course, this is where humanity often is divided because some may feel that they have so much intellectual importance that they forget about essential, that when they go to lunch and people who serve them that lunch, they cook that lunch. And so their survival is depending on that very simple, you know, cook and people who actually made that wonderful meal and delicious meal. So indeed, humanity is something that, you know, technology may have difficult, quite difficult for technology to understand what the humanity is. But through AI, you know, artificial intelligence, and I work on a couple of different books now on AI and technology and also been invited as a member of the AI lab in Germany. So, you know, AI, as far as I'm concerned, it's just a sophisticated communication, computation. In other words, computation that assimilates, that learns from humans, learns from nature. And how interesting it is, if you look at four seasons, how nature adapts to spring, summer, autumn, fall, indeed, and winter. And then again, it restarts the cycle. And same with the humanity. You know, we are very young, we become adults, we may have different roles, important roles in life to play, and then we get to that stage of fall, of autumn, when we become older. Hopefully, by becoming older, we become also wiser. And that wisdom, however, is not measured by age or diplomas that we have, but it's measured by how we are, who we are. And so, again, you see, if you look at the cutting edge technology development team, so there are people, decision makers, who say, well, this technology will perform this and that and that. But at the same time, it is important to have people, colleagues involved in the development of technology that say, yes, but technology must not harm people. Technology must not cause damage to people. Technology must not abuse people. Technology must serve to betterment of mankind all around the world. And so, with that note, I think that perhaps naively, idealistically, of course, I am an idealist. I am a professor, so what do you expect? I always hope for better. I always hope, perhaps naively, that, you know, as a humanity, we are smart enough. Technology is smart enough today. That we should be able to have a peace that actually, when we have peace, we can share knowledge. We can augment knowledge. We can promote, you know, young people to experience learning and education, regardless where they are on the planet. Imagine how wonderful it would be if we have suddenly world where people can just simply say, oh, I love to go to that country, love to that place and that place. And so, of course, naturally there are borders and there are states and there are, of course, political and economic arenas that are out of, or this is perhaps, I'm not an expert to judge, but as a professor I have traveled around the globe. I have visited many, many countries, some maybe 35 countries and presented talk. I don't know, I don't know about the country, I didn't give a talk. So, indeed, that is something that we have as colleagues, as scholars, as students, as academics, that we share that, you know, wonderful world of academia, wonderful world of scholasticity. And, of course, the mission, number one, and priority number one, is to make sure that young people, children, have no sufferer. They can learn that any mother holding her child can look at that baby and say, well, I hope you will have, my baby will have a good education. And, of course, with good education, hopefully good career, good life, and success, you know, I have, you know, if you look at my LinkedIn profile, I kind of wrote a brief kind of my collection of ideas of what success is. And, of course, to some people and to many people, it represents so many different things. And I'm, you know, I don't have the only answer. I think success is something that people find their satisfaction. And yet again, as a professor, I also consider success just that every child has access to sunrise and sunset and good food and good education. And that every child can sleep in a warm and safe room and there is no destruction and there is no damage. So, indeed, I very much hope that technology, that knowledge, that wisdom will contribute to world peace. And again, I hope very much that time will come and we will be able to get together to shake hands, to eat wonderful meal and having a time together and perhaps visiting your classrooms. And, you know, we can, you know, basically share that wonderful humanity together in the moment when it comes. So, with that note, I'm going to close my notes. I do appreciate that I did not present too many mathematical formulas, no sophisticated pictures. But hopefully, I managed throughout my presentation to plant a seed of thought. Something that you, of course, hopefully everybody would think about. Because ultimately, I believe that as scholars, we are also farmers. We are farmers of ideas. You know, architects, when they build the building, the building is always there. They can say, well, look at this is what I built. But we, as scholars, we build a character and we build something in young people. We instill in them desire to learn, to express that, you know, effort to explore and learn. And of course, to be wonderful people. And wonderful people make a wonderful world. And humanity is the most wonderful creation of the universe. Is there a supercomputer that can match the potential intellectual of a human brain? I don't know. Do we have measures? Do we have assessment metrics that we could say, okay, let's compare the number one supercomputer in the world with the human brain of a regular chart somewhere in Ural or South Africa or Mid-Africa or India or Australia or anywhere, US, Canada, world, Europe. I don't know. So with that note, I'm going to close. And thank you, Professor Kuzmin and thank you all the committee members. And I hope very much that you have productive and very successful conference and that we stay connected. And hopefully we'll be kind of moving forward and exploring opportunities to collaborate. Have a wonderful conference and wonderful experience and be well and safe. I wish you all the best, good health, and of course, a lot of success in your personal and professional life. Thank you. Thank you. Dear participants of International Scientific Conference, Digital Transformation Industry Trends, Management and Strategies. First of all, we would like to acknowledge the organizing committee of DTI 2022 for our participation. The title of our research, actually, Agilety Factors in Software Development in Field. These research are made by me, Fırşat Demirek. I'm working in the Ondopuf Mayıs University of Turkey, which is situated in the Black Sea region, north part of Turkey. And my colleague is also our visiting professor serving in our university. And our methodology is based on the screen methodology. I would like to firstly summarize about these methodologies. As you can see from the presentation inputs from the customers and team managers directs to the product owners and the list of priorities are defined and the project backlogs are prepared. Then the spring planning meetings as how to and how much of the spring is required defined by the spring planning. And these are converted into spring backlogs and the backlog task expands by the team members and those team members made some, you know, meetings and those meetings based on that one. And it can be between 24 hours and 30 days and the daily screen meetings about 15 minutes. The team members response the basics and they define what did you do since the last meeting and we have any obstacles and what will you do before next. And those questions are discussed and a everyday meeting. And then the sprint review are made and potential achievable products agreements prepare them as an outspin prospect is prepared. And next, we are going to talk about our research. How can we collect our data? The data was collected between 2019 and 2020 period, which is the during the COVID-19 pandemic. In 2020, 1161 people participated in the agile, in our agile study. Our goal was to determine the success of agile transformation, what effects should be expected from the introduction of various agile approaches. And you can read more from our research findings from the full text and article which will be published in our proceedings and book. So, in terms of methodology correlation analysis was made between some variables based on our survey. And principal component analysis were made to determine how the goals of agile implementation in their organizations are grouped into. The employments and factor analysis of response answers to the questions such as what are the goals of agile implementation in your company was carried out. So, agile implementation goals in there were the top five goals which organization implementation agile, such as the first one improving ways to manage changing priorities, which was 62% of employees of companies using agile, considered this goal relevant for their organization. Secondly, improving the quality of products as well as accelerating the supply and release of products to the market, which was 54%. Third, improving the transparency of project management, which was 52%. Fourth of them, ensuring the coordinated work of businesses and IT, again similar to the previous one, nearly 51%. And the increased productivity was the last goal and which was 38%. Thus, more than half of the respondents associate the needs for agile with the need for companies to manage the company in a coordinated and open manner in a phase of transformation while improving the quality of the products and speeding up their processes. Well, let's back to more about findings. In order to identify how the stages of agile implementation in companies and the benefits of its implementation are interrelated. Experiment correlation analysis was also carried out between the respondents answers to the relevant questions such as. At what stages of agile implementation in your company and what benefits have been received from the introduction of agile in your company? Thus, the hypothesis was tested to answer whether the volume of specific benefits obtained through agile depends on the stages of its implementation. In other words, in other words, are applied tasks better solved in organizations with a high level of agile competencies according to the employees? We apply Spearman's rank correlation coefficient to calculate the interdependence between the pairs of variables because both variables are under study variables such as at what stages of agile implementation in your company and what benefits have been received from the introduction of agile in your company. In other words, they were asked and it is wrong and not quantitative. Firmin correlation coefficients between the studied correlation indicator does not extend north point two. At the same time, all correlations are significant at the level of north point one and have a positive sign. It indicates that there is a weak direct relationship between these indicators. Such a result should be interpreted as follows. The greater value of the first variable, the greater the value of the second. However, only based on the presence of these dependents, we cannot say that the benefits of the introduction of agile and on these stages of implementation of agile. We can only say that the dynamics of indicators are consistent over time. Depending on the introduction of agile in organizations, the volume of benefits also increases with a significant degree of probability. As a result of the correlation analysis, although allow us to assert that the volume of the benefits such as ensuring the coordinated work of business and IT depends most on the stages of agile implementation. Acceleration acceleration of product deliverance and markets entry increase predictability of supplies improvements of engineering culture reduction of project risk. Oh, let's talk about the questions on the mattress. As you can see from the matrix, the data of four out of 13 have a positive negative correlation with a factor of one to a rotation of 0.5 or more, while the rest are less than 0.5, low correlation of switches. Thus, it is advisable to recognize the connectedness of the questionnaire's items among themselves as low. Nevertheless, as a result of a very much rotation, it was possible to identify four factors or components. Combining agile goals by this table, as you can see from the screen. It also shows us this goals. However, the total percentage of the explained variables was 46.4% indicating a weak stability levels. In the selected groups. We will designate the groups of goals as follows. First of all, clarity and quality of work to ensure the success of the company in the long term. Second, business and IT coherence to increase the speed and the predictability of work. Third, reduction of risk and costs. And the fourth one, optimization of management. Let me finish my presentation. Our presentation. We then acknowledge the data collected from the companies. First of all, we thank Scrimtech company from Russia. You can see the red website of the company. IT products manager, especially the assembly at goal. IMO and agile coach and agile transformation experts, Sergey Rogachev for the data collection. And this study was supported by Qubitak Turkey, which is the scientific and technological research council of Turkey, especially the department of science fellows and growth grants programs. which was supported by our visiting professor. Thank you very much for your attention. Again, thank you very much for the organization committee. We will be really happy to listen to your comments, criticisms and questions. Thank you very much. It's from Moscow! From Russia, University of Od минуты, Heresy of the Prosciafista. I'm Muragd Наяvic, professor of the country. I'm a professor of knowledge학교 journalism. Your вход in the university of Dharma is quite active. They're a fantastic atmosphere. Thank you very well. All Ok, today is a very pleasant and nice day. We listened lots of talks, particularly in the first half of the day. они были крайне конструктивными и такими насыщенными. Поэтому спасибо огромное организаторам за то, что это все сделано. И, наверное, я вас сейчас немножко отвлеку. Отвлеку и по тематике, и по содержанию. В чем здесь дело? Вот там на картинке, это университет дружбы народов, доклад называется «Санкции и технологический суверенитет». Причем здесь санкции? Дело в том, что сейчас все коллеги очень интеллигентно говорили о неопределенной ситуации, о каких-то турбулентностях. А реально, коллеги, мы все в кризисе. И кризис – это на самом деле естественное состояние развития экономики. Как известно, без кризисов экономика не развивается. И кризис не всегда – это только исключительно негатив. Это всегда есть и какой-то заряд позитива, перестройки, переналаживания различных связей. Но сейчас, к сожалению, мы находимся в очень серьезном кризисе. Причем мы – это весь мир и, в первую очередь, развитые страны. И системный кризис, охвативший все эти страны, свидетельство об этом всех макроэкономических параметров, везде на фоне кратких, средних и длинных волн, снижение всех макроэкономических показателей, рост инфляции, снижение ВВП и так далее. Но, по сути дела, это вот гипотеза, которую я уже, так сказать, доказывала сейчас. Просто если будут вопросы, отвечу, времени просто мало. На мой взгляд, мы находимся в этом… Это взгляд сверху, с макроэкономических позиций. Еще и на… Как у инженеров это называется, когда волны друг на друга накладываются, да, резонанс, да, по-моему. Так вот, мы сейчас еще находимся на понижительной волне векового тренда. Что это такое? Очень известный французский философ и историк Ферлан Бродель, в свое время я серьезно занималась кризисами, доказал, что развитие человечества до сих пор никто не знает, из всех специалистов нет единого мнения о причинах кризиса, нет его. И кто о чем? Кто там приливы в море, кто там на Луне какие-то вещи находит, кто там пятна на Солнце, чего там только нет. И включая технический прогресс. А вот Бродель очень интересную позицию, которую я лично двумя руками знаю, потому что на больших статистических материалах все это доказано этим историкам. Мы с вами находимся на пике понижающего цикла большого векового тренда, причиной которой является смена мирового лидера. Если мировой лидер от Римской империи, затем, как известно, была Голландия, потом от Голландии Великобритания взяла это знамя, от Великобритании Соединенных Штатов, хотя должна была занять Германия, то вот сейчас, к 40-му году по его расчёту, это 60-е годы прошлого 20 века, окончательно сформируется в мире новый мировой лидер. И кто будет этим лидером? Либо разные позиции, я по молодости лет 10 назад писала, что это скорее всего уже 20 или же 7, то есть какой-то центр, мощный кулак развитых стран. Сейчас, по-моему, уже это очевидно всем, что скорее всего это будет Китай. И в этой связи, почему я такое делаю макроэкономическое вступление, что такое санкции? Санкции – это совершенно чёткий, абсолютно грамотный инструмент борьбы действующего мирового лидера со всеми, кто каким-то образом посягает на его, так сказать, главенства. И это очень легко доказать. Санкции против России сейчас – это ограничительные… Ой-ой-ой, перескочила. Это просто структура, то, о чём я хотела вам сказать. Ограничительные политические, экономические, организационно-административные и другие запретительные меры нерыночного характера вне, так сказать, честной конкурентной борьбы, ведённой государствами и международными организациями под влиянием в Соединённых Штатах в отношении Российской Федерации, многих российских лиц и организаций, которые причастны к признанию независимости Донецкой Народной, Луганской Республики и в целом к специальной военной операции на Украине в 2022 году. Значит, эти ограничения включают весьма масштабные ограничения финансовой системы, деятельность российских компаний в отделях отраслях экономики, отказ от закупки и фактически взрыв северного потока, нанесение репутационных потерь нашей стране как недобросовестному заёмщику и контрагенту, а также закрытие воздушного пространства, портов, персональные санкции против депутатов, руководителей и так далее. К марту месяцу, к началу, к 8 марта, извините, Россия стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя даже Иран, который уже в 40 лет, как известно, в этих санкциях живёт. К концу марта число российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, достигло 7120, а общее количество санкций превисло 11 тысяч. Ну и так, кто любит цифры. Так, насколько это новое явление для России? Вот пока вы посмотрите следующий слайд. Вот история санкций в России. Мы в 2019 году всей страной должны были отмечать 100 лет введение санкций против нашей страны. Значит, вот суть этих санкций. Она без пауз с 19-го до, ну считайте, 100 лет и вот у чего уже даже несколько лет как бы захватили. Я вот вам сейчас следующее, чтобы посмотрели до конца. Это просто довольно любопытный исторический ещё материал. И в 2022 году введение уже 8 пакетов санкций в связи с продолжением специальной военной операции на Украине. Значит, в чём тут из наиболее болезненных? Это отключение от SWIFT наших основообразующих банков, замораживание половины золотовалютных резервов в Европейском Союзе, прекращение перемещения капитала рабочей силы через границы, отмена авиаперелётов между Россией, Европой и США, запрет на деятельность и уход из страны крупнейших зарубежных компаний. Но потерь золотовалютных резервов как раз в середине февраля было 643 миллиарда долларов. Ну так, для информации. Весьма серьёзные последствия связаны с тотальным запретом на поставку современных технологий, технологического оборудования. И к пятому пакету санкций присоединились США, ЕС, Япония, Канада, Великобритания. С одной стороны, вот эти апокалиптические прогнозы международных организаций в отношении положения России падения ЕОВП, гиперинфляции, макроэкономической в ЮНАТИК, мы в целом не оправдались. Рост инфляции не стал гиперинфляцией. Вот вчера на первом чтении бюджета министр финансов озвучил, что у нас инфляция всё нынче 12,4%. Она двузначная, но это не гиперинфляция. Ну что Россия делает? Россия, конечно, в ответ принимает какие-то симметричные санкции, хотя, на наш взгляд, они гораздо мягче, чем могли бы быть. Просто очень короткий вывод. Влияние санкций на страны, инициаторы санкций на Россию весьма различны, но в целом негативно, крайне. наиболее существенными для России оказались финансовые санкции отключения от, как я уже сказала, банковской системы. Так, не хочется. Помогите мне, пожалуйста. Ага, спасибо. Дальше. Что такое SWIFT? Ну просто, может быть, кому-то это интересно. Это система кодирования быстрых банковских платежей, которая в настоящее время охватывает 200 стран мира. И вот отключение от SWIFT – это весьма серьезное затруднение к доступу к инвестиционным ресурсам, оплате экспорта, импорта для всех экономических субъектов. Не все, а преимущественно системные банки России были отключены от этой системы, что очень затруднило нормальные экономические взаимоотношения с европейскими и другими странами мира. Однако, в силу зависимости от России по целому ряду стратегических ресурсов, нефть, газ, удобрения, зерно, некоторые банки остались в системе SWIFT и продолжают там работать. Для информации от системы, всемирной системы SWIFT, отключены всего три страны – Иран, Россия и Северная Корея. Ну что делает Россия? В противовес вводят свою платежную систему МИР, к ней сейчас присоединилось 30 стран, хотя на все эти страны оказывается серьезное давление со стороны Соединенных Штатов. И потихонечку от карт системы МИР отказывается Казахстан, крупнейшие банки Турции. Ну то есть те страны, которые официально не против, не выступают против России, но и в общем-то под давлением Соединенных Штатов все-таки отступают назад. Ну еще одной естественной проблемой, очень серьезной, безусловно, стал запрет на ввоз новых технологий и оборудования. Такие перспективы у нас преодоления? Их две. Одна называется у нас импортозамещение, вторая называется технологический суверенитет. Но чем они отличаются, на мой взгляд, может, я не права, просто импортозамещение – это развитие страны в условиях авторки, где мы должны выживать, как бы не умереть с голоду, и с голоду, и технологического в том числе. А вот технологический суверенитет – это речь идет о поддержании и как бы конкурентоспособности страны и выход ее на внешние рынки. Вот на примере реалий, существующих в сфере программного обеспечения, я бы хотела небольшую иллюстрацию дать, такой как бы кейс. Мы какой вклад делаем небольшой в контексте сегодняшних проблем, обсуждаемых. Мы в РУДН сейчас несколько программ открыли, которые, так сказать, действуют успешно, цифровая экономика, цифровое государство в магистратуре. И вот наши магистры делают такие обзоры, в том числе связанные с тем, что делается у нас в сфере программного обеспечения. Как известно, здесь проблемы начались у нас в 2014 году, как раз в период, когда США и Европейский Союз просто осудили присоединение Крыма. И уже в 2016 году появились постановления правительства, связанные с запретом государственным органам власти и управления приобретать программное обеспечение импортного производства и переходить на свои собственные отечественные аналоги. Министерство связи свои рекомендации на эту тему, сегодня их даже кто-то, между прочим, упоминал. Но плюс федеральный проект цифровой технологии, национальные программы цифровой экономики Российской Федерации резко выросли деньги, ну для нас с 300 миллионов до 500. Увеличен максимальный размер грантов на разработку и внедрение российских IT-решений. Но по сути появился целый ряд фондов, которые стимулируют, выдают гранты, и их размеры тоже существенно выросли. Но на фоне ухода, массового ухода иностранных компаний после 24 февраля 2022 года, значит, эта ситуация на этом рынке очень здорово усложнилась. Вот там сначала, это я уже вам сказала про госсекторе, там как бы побыстрее в условиях обеспечения информационной безопасности. Сейчас практически полный запрет на использование иностранных ПО, поэтому, а коммерческий сектор резко как бы отставал. Значит, опросы показали, несколько опросов там ребята у нас проанализировали. Фирмы говорили, вы знаете, это дорого вот сейчас после 2014 года, но тем не менее лучше, как у нас говорят, на поддержанных там Мерседесах, чем, значит, вот на новых, там, не знаю, чьих, никого не хочу обижать современных автомобилей. Все, 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 все. А, хорошо, хорошо. Так, тогда, наверное, вот просто по... Значит, вот это, мне кажется, просто тогда я прокомментировала. Сейчас есть диаметрально противоположные мини-эксперты. Вот один из них, это несколько наиболее известных. Евгений Царев считает, что с приходом на отечественный софт он практически невозможен, так, поскольку замены должны быть только точечными, и этих точечных замен слишком много. Значит, известные мировые поставщики создавали решения годами, мы свои решения только-только внедряем, у нас необходимо время на их адаптацию. Другая такая центральная позиция, Алексей Лукацкий. К полному импортозамещению готовы только четверть, значит, российских фирм. 35 занимаются точечной заменой, 1% вообще не рассматривает российские продукты. Остальные заняли выжидательную позицию. Это 2021 год. А вот есть Илья Масух, который считает, что практически во всех классах программного обеспечения уже есть достойные российские аналогии. Кроме трех направлений, они там внизу указаны. Вывод, там это довольно все детально, опрос 600 компаний российских. Как мне представляется, выходом из данной ситуации будет для нас деваться некуда нам. Как всегда, нас поставили в такую ситуацию, в такую позицию, что России придется выживать. Значит, так, здесь я это пропускаю, самые сложности, в каких это все останется. Вот, интересно, российские компании на рынке импортозамещения в 2021 году наиболее, так сказать, известные, наиболее продвинутые. То есть движемся, идем, но, на мой взгляд, я экономист профессиональный. Реально не хватает ресурсов, ресурсов не только финансовых, но и человеческих. И для того, чтобы решить эту проблему, нам надо как можно быстрее заканчивать военную операцию, специальную военную операцию, и всеми силами и средствами наброситься на решение тех вопросов, которые вообще конкурентоспособность страны обеспечивают в действующих ситуациях. Поскольку ситуация с санкциями, мое мнение, она не изменится быстро. Это долгий, противный процесс, к которому надо просто привыкнуть и как-то бороться уже в тех условиях, в которых мы оказались. Все, я постаралась быстро. Большое спасибо, большое спасибо. Коллеги, комментарии, да, пожалуйста, Игорь Игоревич. Один вопрос по-соседски буквально. Ну, давайте. Да. Елена Васильевна, вот очень интересная история, импортозамещение, технологический суверенитет, если говорить о том, что весь сегодня, завтра, или жить и выжить, как бы, да, вот вы скажете, как макроэкономист, все-таки шаги успеха, я не знаю, как вы видите, да, основные, что можно назвать, чтобы вот именно балансировать сегодня, завтра, скажем так, да, а балансировать нужно. Вот я на примере программного обеспечения попробовала показать, что вот мы как раз сейчас балансируем. У нас сейчас есть серьезное продвижение вперед, но скорость этого продвижения и те результаты, которые мы сейчас имеем, они, правда, где-то 50 на 50. А есть сферы, в которых ситуация гораздо хуже. Вы, наверное, лучше меня их знаете, это микроэлектроника, это медицинское оборудование, не говоря уже о фармации. То есть у нас есть сферы деятельности, где у нас, ну, крайне грустная ситуация складывается. И только, знаете, об условиях, когда серьезный бюджетный дефицит, отсутствие, ведь все предыдущие ораторы говорили, что самое главное – это государство. Вот оно поможет нам, вот оно подскажет, вот тут-то счастье и наступит. И оно должно. И оно, на самом деле, оно всем все должно. А реально, обратите внимание на западные технологии, там все это делал рынок, да, при начальном толчке со стороны государства. Это в Европейском Союзе, в Штатах, везде. Что будет у нас в условиях дефицита ресурсов, то только вот надежда на талант русского народа. Прекрасное, оптимистичное такое замечание. Ольга Александровна, пожалуйста. Вопрос не слышен, говорите в микрофон. Которая является сегодня наиболее актуальной. Вот скажите, пожалуйста, разной группой исследователей санкции они рассматривают в различные группировки. По вашему мнению, какие санкции окажут наиболее тяжелое влияние с точки зрения долговременного влияния, вот не на текущую ситуацию, а на последующий длительный период развития отечественной экономики. И сразу можно второй вопрос? Вот Иран, вы его упоминали, 43 года живет под санкциями. Там сформировалась так называемая экономика сопротивления. И по вашему мнению, какие механизмы, инструменты, которые применяются в Иране, могли бы оказаться полезными для использования в отечественной экономике? Спасибо вам за вопрос. На второй вопрос, наверное, не возьмусь ответить, потому что не специалист. У меня есть друг большой, француз-профессор, который занимается только Ираном и его вживанием в условиях санкций. Вот я обязательно, так сказать, эту информацию у него возьму и в очередной статье куда-нибудь, вы хотите, и здесь опубликую. Но что касается групп санкций, они на самом деле все противные и все довольно болезненные. Нету, знаете, санкций, которые мы так раз и быстренько все преодолеем. Просто что касается финансовых санкций, я чуть более подробно, может быть, два слова о них сказала, там есть у нас продвижение, но Китай, например, его уже в свое время тоже от SWIFT отключили, и они тут же, американцы попробовали, они буквально через год их были вынуждены включить, потому что китайцы тут же стали тихо, спокойно, без всякой рекламы, шума и гаммы, но они 10 лет продвигают везде в мире свою собственную систему. Платежную, которая сейчас действует во всех странах мира и совершенно спокойно, без проблем. То есть у нас нет этого фактора институционального. У нас сейчас нет ни денег, ни времени, а надо, чтобы было то и другое. Конечно, технологические санкции, наверное, самые сложные, потому что как экономист я против вообще. Я понимаю, что в Таркии невозможно повторить нам опыт железного занавеса, просто невозможно сейчас выжить в современном мире в условиях авторкии. Но если двигаться по всем этим направлениям, их там три, надо, чтобы наши специалисты не уезжали по 500 тысяч по разным причинам, мы их не будем называть, и чтобы здесь наши ценные мозги были стимулированы оставаться здесь и работать на благо в этой стране. Надо, чтобы у нас, как бы, все-таки, я уверена, если мы как-то свернем нашу, победно завершив спецоперацию, у нас появятся, наконец, ресурсы, которые можно будет тратить на то, чтобы вот из авторки приходить к технологическому суверенитету. Сейчас мы пока только об этом мечтаем. Но, может быть, извините за пессимизм. Спасибо большое. Спасибо. Олег, у нас остался последний докладчик в нашей научно-пулинарной части. Это Калинина Ольга Владимировна, директор высшей школы производственного менеджмента, института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политеха. И она у нас представляет направление, связанное с подготовкой кадров для промышленного перехода, для цифрового перехода в промышленных предприятиях, который потом у нас будет развернут на секции, посвященные человеческому капиталу. Поэтому, Ольга Владимировна, вам слово. Уважаемые коллеги, добрый день. Скажите, пожалуйста, видно мою презентацию? Да, видно. В первую очередь я хотела бы поблагодарить за приглашение, принять участие в очень хорошо организованной масштабной конференции. Много слышали про ваши мероприятия, поэтому для нас действительно очень большая честь принять участие и в пленарном заседании. Мы с коллегами сейчас находимся и слушали выступления, которые были до непосредственно кофе-брейка, и также те выступления, которые делаются сейчас. Поэтому еще раз большое спасибо. Мы выбирали тему нашего выступления таким образом, чтобы показать срез именно высшего образования, то есть роли университета, которая в настоящее время может быть в большей степени сфокусирована на цифровых аспектах подготовки кадров высшей квалификации для промышленных предприятий. Естественно, если говорить о теоретической и методологической рамке, то актуальность темы не вызывает сомнений, потому что, с одной стороны, мы опираемся на программные документы, которые регламентированы на нашего федерального уровня, еще и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и, конечно же, те документы, которые нам непосредственно прописывает концепция ЮНЕСКО по подготовке стратегических направлений развития нашего экономико-управленческого образования, потому что мы представляем наш университет в рамках подготовки как раз-таки специалистов по направлению, так называемой, 38-й группы экономики управления. Мы делали карту развития и непосредственно стратегию развития инженерно-экономического образования на период этих четырех лет и непосредственно на период до 30-го года и анализировали те внешние вызовы, с которыми сейчас сталкиваются наши университеты. Поэтому, конечно же, мы все прекрасно знаем о той экономической и международной обстановке, в которой мы сейчас находимся, и она, безусловно, диктует нам те изменения и внутренней среды, и непосредственно в научной и в образовательной деятельности, которые мы должны у себя проводить. Конечно же, мы никуда не можем отойти от последствий и от продолжающихся процессов, связанных с ковидом, что, в свою очередь, влияет на изменение условий труда и, безусловно, на подготовку кадров. Конечно же, красной нитью, как мы уже сказали, это цифровая трансформация, которая и обусловила изменение наших образовательных программ по внедрению вот этого цифрового блока. В хорошем смысле слова – это конкуренция между университетами, которую мы ведем за абитуриентов, за талантливой молодежью, потому что в хорошей конкуренции, конечно же, рождаются наши конкурентные преимущества. И стараемся использовать гибридный, гибкий подход к системе управления, в том числе образовательными программами. Мы пытались формировать миссию экономического образования в инженерном, техническом ВУЗе, опираясь как раз-таки на ту политехничность и междисциплинарность знаний, которые мы даем специалистам, комбинируя подход института экономики управления и непосредственно технических институтов, которые таким образом сформированы, отражая специфику института энергетика, строительства, компьютерных наук и технологий, физико-математических наук. И в рамках этой концепции в основном за этот и предыдущие годы мы пытались развить онлайн-образование не только в рамках модулей и определенных курсов, но и непосредственно самостоятельных образовательных продуктов в виде программы магистратуры, соответственно цифровой магистратуры. Мне кажется, что как раз Елена Васильевна в предыдущем докладе тоже упоминала это по своему университету. И вот существующие современные тренды в сфере образования, которые мы также диагностировали и пытаемся реализовать в нашем обучении, мы непосредственно хотели представить, каким образом это реализуем мы на примере направления подготовки управленческих кадров, где мы говорим по направлению менеджмента, как непосредственно на уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры. Поэтому я не знаю, коллеги, что мы находимся в русском тайминге, поэтому я буквально хотела два слова обозначить в этой практической части, и если потом какие-то вопросы будут, у меня тоже контакты есть, и я с удовольствием хотела бы тоже обменяться опытом и тем практическим опытом, который Елена Васильевна озвучивала по своему университету. Поэтому если говорить про наш университет, он большой, у него находится в образовательной структуре 13 институтов, и, соответственно, институт, который занимается как раз таким менеджментом, институт промышленного менеджмента, экономики и торговли, мы представляем высшую школу производственного менеджмента, как раз школу, которая готовит специалистов для промышленных предприятий, для отраслевого сектора экономики. Мы большие, мы обучаем, наша одна структура обучает порядка двух тысяч студентов, и та модель, которую мы используем, она, с одной стороны, стандартна, у нас есть профилизация, которую мы используем на третьем, на четвертом курсе обучения, с другой стороны, имеет свою специфику. Специфика заключается в том, что, так как мы осуществляем большое количество программ, у нас 8 программ бакалавриата, 10 программ непосредственно магистратуры, то мы поделили по управлению образовательными программами наши программы на два кластера. Это функциональный менеджмент и отраслевой менеджмент. И как раз таки хотела отдельно подчеркнуть, что те программы, которые находятся в отраслевом менеджменте, это фокусные программы для подготовки кадров для промышленности, для наших промышленных предприятий. Мы отдельно готовим специалистов по строительству, по энергетике, по нефтегазу. И если говорить про переход от бакалавриата к магистратуре, у нас обеспечивается сквозная подготовка в рамках программ бакалавриата и дальнейшее обучение в рамках программ магистратуры. И непосредственно онлайн-магистратура, которую мы также открыли в этом году, она может использоваться в том числе, как, ну если говорить по-простому, в рамках подготовки студентов второго высшего образования. Коллеги, я пыталась достаточно быстро рассказать, вот, если кому-то будет интересно, мы составили вот эту дорожную карту и стратегию развития нашего инженерно-управленческого образования, она представлена на нашем сайте, вот, и мы с удовольствием послушаем, может быть, те отзывы или замечания, которые могут возникнуть от других коллег, ну, в первую очередь, это от системы профессионального высшего образования и, конечно же, от индустриальных партнеров. Поэтому еще раз большое спасибо за возможность выступить. И также, пользуясь случаем, хотел сказать, что параллельно выступает мой второй коллега, он участвует в круглом столе на секции логистики. Не круглом столе, а на секции логистики. То есть мы там еще представляем наш бизнес-кейс по работе с индустриальным партнером, уже по образовательной программе логистика. Васильевна, большое спасибо. Скажите, пожалуйста, вот как вы проектируете компетенции в таких быстро меняющихся условиях и те требования, которые предъявляют предприятия? То есть вот проблема-то в чем, что запрос появляется, а временно подготовка специалиста занимает 4 плюс 2, плюс 2, плюс 2, например, да, в вашей модели. Но ведь на выходе выпускник уже будет не соответствовать тем требованиям, которые есть сейчас на рынке труда. Да, абсолютно правильный и интересный, и также сложный вопрос. Ну, конечно, в большей степени легче работать с программами магистратуры, потому что они имеют меньше жизненный цикл, это 2 года. Здесь мы пытаемся привлекать наших работодателей к разработке программы. У нас есть программы, которые мы делаем совместно с нашими работодателями. Там, конечно, вопрос по формированию компетенции, он решается более просто. Если говорить про программы бакалавриата, естественно, в первую очередь мы опираемся на федеральные стандарты, далее мы опираемся, которые определяют содержательную сущность программы, это на профессиональные стандарты, и на анализ опыта. Под анализом опыта мы как раз-таки понимаем наших работодателей, потому что в рамках наших собственных образовательных стандартов университета мы можем использовать также анализ опыта. После того, как программа открыта, мы за полгода до набора, соответственно, до февраля следующего года набора, имеем возможность осуществлять небольшую корректировку учебного плана в плане формирования дополнительных компетенций, которые могут непосредственно в виде факультативных дисциплин добавляться, изменяться очередность прочитаемых дисциплин. То есть основная образовательная программа остается, естественно, такой же, но небольшую вариативность, небольшие изменения мы можем непосредственно давать в эту программу. Поняла. Спасибо, Лиза Васильевна. Пожалуйста, есть ли вопросы? Да, пожалуйста. У меня, скорее, не вопрос, а, наверное, комментарий. У вас прозвучало в докладе инженерно-управленческая подготовка. Вот со своей стороны хотелось бы, как говорится, опять же, категорически поддержать это, потому что, ну, поскольку мне приходится совмещать такую научно-учебную деятельность с управлением предприятием, вот, мы постоянно сталкиваемся с тем, что приходят люди, которые не умеют, ну, просто не умеют нормально, там, логически действительно обосновать свои какие-то управленческие решения. Вот. И вот для себя мы, ну, мы в рамках, так сказать, существующих условий просто пошли по такому пути, что мы стали брать молодых специалистов и по своей программе их просто вот натаскивать года за два. Вот. И вот мне кажется, что если мы действительно будем идти вот в сторону такой именно инженерной управленческой подготовки, это, в общем-то, это действительно очень нужно вот сейчас вот в компаниях это очень не хватает, потому что, скажем так, все разговаривают лозунгами, а дальше, а, в общем-то, а на самом деле надо работу работать. Все, спасибо. Спасибо большое за этот комментарий. Самое главное, мы работаем для заказчиков, для бизнеса, для индустрии. И вот как раз-таки прислушиваемся к их, ну, основным требованиям по подготовке кадров к квалификации, что по калабарскому, что магистровского уровня, потому что это, как бы, наши заказчики. Большое спасибо, Ольга Владимировна. Коллеги, на этом мы заканчиваем пленарную часть. У нас там уже стучатся по другой ссылке коллеги на секции, которая будет в этом зале. У нас здесь полет первая секция. Поэтому в свободном режиме уже кофе, чай, сладости. И желаем всем коллегам в секциях удачной работы. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok